Сколько зарабатывает казино? Если я скажу, что я ментам что-то отдаю... Как вы подсаживаете людей на казино? Казино заинтересовано в том, чтобы игроки выигрывали и потом возвращались. А мама знает, чем ты занимаешься? Каждый определяет нормы морали самостоятельно. Если она в законе не прописана... Что такое штримы? На устроен и не заливай. Вот так нормально. Да, подкручивать возможно, и это один из способов привлечь аудиторию. Друзья, всем привет! На выпуск на канале. И сегодня у нас в гостях Сергей, управляющий онлайн-казино. Привет, Сергей. Привет. Расскажи про себя немного. Как ты пришел в онлайн-казино? Почему? Ну, я случайно вообще попал, на самом деле. Я тоже не очень азартный человек. Я работал диджитал-специалистом. И в какой-то момент просто случайно оказался в компании, которая занималась в том числе лотереей и ставками. Соответственно, я был сначала продакт-менеджером. И впоследствии рос по карьерной лестнице. И вот сейчас я дорос до управляющего казино. Продактор как гендиректор, а что ты? Ну да, гендиректор, можно так сказать. Ты знаешь, что в кабабах зарабатывает казино. Да, да. Информация содержится под большим секретом обычно. В общем, я попал случайно. Я достаточно быстро втянулся. Мне понравилось, на самом деле, то, что у этого бизнеса очень интересные составляющие. Это и психология, это и экономика, и математика. И достаточно сложные IT-продукты сами по себе интерфейсно и интеграционно. Но оказалось достаточно интересно, прибыльно. И это бизнес, который мне нравится, потому что это индустрия развлечений. И как бы то, что развивается в последнее время, то, что растет по 30% в год. И на всем пространстве мировом, в принципе, этот бизнес достаточно успешен, двигается. И многие компании сейчас, игровые в Америке в частности, и холдинги европейские, и мировые, получают очень хорошие оценки на биржах и показывают хорошие проценты роста капитализации. А прибыльно здесь для тебя ключевое слово во всей этой цепочке? — Наверное, нет. Больше мне, наверное, интересны технологии. Технологии, стык технологии и психологии, и взаимоотношения с игроками. То есть это, в первую очередь, игра, какая бы она ни была. — Прикольно. А сколько твои игроки проиграли в твоем казино? Больше, миллиарда долларов? Просто больше, меньше? — Я не могу об этом так достоверно сказать. — Сейчас мы перейдем к этической стороне. Казино, ставок, лотереи и прочего. Ну и тогда последний вопрос на нашем интро. А мама знает, чем ты занимаешься? — Вроде бы да. — Вроде или знает? — Ну мы как-то не обсуждаем с ней какие-то рабочие моменты. То есть где бы я ни работал, она меня поддерживает, если я получаю от этого удовольствия какой-то деятельностью занимаюсь. — Давай начнем вообще с того, почему люди играют в казино. Такая широкая тема, и мне кажется, что у тебя есть много чего рассказать. — Ну да, в принципе, вообще игра в казино — это такое определенное развлечение. Развлечение с риском, с эмоциями, с какими-то собственными гормонами, наверное, да. Практически все, можно сказать, играют в казино, когда заключается пари любая, когда происходит спор, когда люди имеют дело с какими-то рискованными вещами и хотят получить выгоду. Это практически всегда определенным образом азарт, казино, случайность. Везде, где есть вероятность и какой-то возможный выигрыш — это казино. Просто казино в нашем понимании, да, в онлайн или оффлайн казино — это формализованная процедура, в которой люди делают что-то по правилам в той или иной игре и получают какую-то эмоцию, возможность выиграть деньги, от этого получить азарт. На самом деле мы можем привести миллион примеров из обычной жизни, когда каждый из нас так или иначе играет в казино. — Ну-ка давай. — Киндер-сюрприз. Киндер-сюрприз. — На детство, на детство, да, эти как ваши рекламы. — Киндер-сюрприз — это казино. Ты знаешь, я вот читал статистику недавно, вот эти вот, помнишь, альбомы у тебя были, альбомы с наклейками? — Конечно, были. — Там же есть элемент случайности? — Да, там были футболисты, потом был «Черный плащ», «Черепашки», «Лидия». — У меня «Морской мир» был. — Да, был «Морской мир». — Том и Джерри самый популярный был. — И самый вот, типа, скам этих всех альбомов, ну, конечно, ты скажешь, вероятность — это то, что у тебя всегда было много этих наклеек, а самых редких двух или трех не хватало у тебя. — Ну, самые редкие были у всех по-разному. На самом деле ведь тоже, да, если так подумать, в чем вообще смысл этого хобби? Ты, по сути, можешь заклеить, купить уже готовый напечатанный альбом и просто на него смотреть, да? А в чем смысл? В том, что ты ощущаешь азарт, когда ты открываешь пакетик, рвешь, достаешь эти наклейки и наклеиваешь. — Рекол. — Если бы у тебя 100% наклеек попалось во всех этих, это было бы неинтересно, правда? — Неинтересно, и бизнес бы у них тоже был дерьмовый, конечно. — Ты бы просто наклеил. Ну, почему? Бизнес бы тоже мог быть таким же хорошим. — Слушай, я никогда не думал, что наши детские журналы... Кстати, ребят, напишите, у кого были журналы, там, «Черепашка Ниндзя», там, «Подводный мир», любые журналы. — «Мортал Комбат». — Во, «Мортал Комбат» у кого был, надо было вклеивать стикеры, мы их выведем. — Футбол. — Футбол. — Футбол. — Напишите в комментах, у кого были такие журналы. — Слушай, прикольно, реально, это гэмблинг-механика. Ты ребенок, ты такой, блин, вот там, по-моему, 10 страниц, да, там, 4 карточки, не помню, сколько их было. — Больше. — Ты вот эти бустеры покупаешь. Это же современные кейсы CSGO. — Вот даже я в кейсах CSGO не сталкивался, потому что я уже перестал играть в компьютерные игры, но, да, конечно, и, по сути, если вот представь, тебе дали 100 наклеек, и там нужно 100 наклеек наклеить, и ты их по порядку наклеил, это было бы интересно? — Не так, явно не так. — Это вообще было бы неинтересно. — Но девочкам, которые, знаешь, в гербарии собирают, наверное. — Да, а в чем основной смысл? — В том, что ты заклеиваешь, и ты получаешь удовольствие от того, что ты закрыл, да, закрыл, а потом, например, что-то не попалось, и ты не можешь заклеить, у тебя есть жажда закончить, это завершение, завершение, да, и ты уже хочешь закончить это, и ты достаешь пакетик, опять не попалось, ты еще больше, да, еще больше. — Мама, мама, купи, пожалуйста, Чилипашек. — Да, я, знаешь, я прочитал эту историю, я офигел, ты вот предположи, сколько, сколько раз, сколько пакетиков нужно купить в среднем, чтобы закрыть альбом. Ну, нет, я имею в виду, в сколько раз больше, чем 100 процентов? — Я думаю, ну, X10, наверное, ты, а то и, может, X50. Там должна быть какая-то вероятность, чтобы, конечно, ты дособирал один альбом, покупал у этого же бренда другой альбом, чтобы его реально было собрать. — Ни разу не видел, кстати, собранных альбомов. — Я ни разу не видел. — Ну вот, короче, представь, что ты продаешь на один собранный альбом 50 комплектов, то есть в 50 раз больше ты продаешь наклеек, чтобы собрать один альбом, представь, вот это бизнес, да? — Поэтому, ребята, если в вашем бизнесе хотите увеличить средний чек, сделайте какую-то механику с наклейками, ну, только с наклейками в вашем бизнесе. — Знаешь, что понял еще? А помнишь карточки покемонов ты застал? Тоже блистеры продавались? — Фишки были, фишки. — Фишки, но они продавались, ну, как-то стопочка или там ты мог купить, а были такие же тоже пэки. — Нет, тоже не мог. — Пэки, карточек покемонов, и там всегда была одна какая-то рарная, редкая, да, и все хотели этого через арта дракона, или какого-то крутого блестяшка. — Да-да-да-да, слушай, ну да, это касается, на самом деле, вообще всего. Человек любит собирать и любит заканчивать свои коллекции, то есть он любит дособирать, он любит больше там получать каких-то редких вещей, то сама редкость, да, если бы не было редкости, люди бы вообще собирательством не занимались, правильно? Ну, неинтересно, но все есть, все в доступе, да, они собирают. Почему? Потому что у них есть, а у кого-то нет. То же самое с этими карточками. — Стопудово, это очень драйвовая механика. — То есть, получается, человеку хочется обладать каким-то эксклюзивным правом, эксклюзивной возможностью, то есть человеку хочется доделывать какие-то процессы до конца, то есть до конца собрать альбом, да, хотя, по идее, в этом смысла нет особого никакого. Он этот альбом соберет, он даже его не будет открывать, он его, скорее всего, выкинет и пойдет собирать другой, правильно? — Да, 100%. То есть само получение дофамина в момент вот этих процессов, это и есть самоцель, по факту. — Да, да. То есть он получает удовольствие, по сути, не от альбома, а от того, что он достает карточки и заполняет ими вот пустые пространства. Где еще в обычной жизни самое простое, да, рыбалка, рыбалка? Человек приходит, он не видит рыбу, он может пойти купить в магазин рыбу, правильно? — Может. — Это будет экономически оправдано, а когда он садится с удочкой, ездит на машине, тратит на это время, там, не знаю, кучу денег, удочка, то есть все с Настей, и ловит 2-3 рыбы, это экономически неоправдано, правильно? — Конечно нет. — Вот, но рыбалку любят. Ну, многие скажут, я же сижу на природе, а ты скажешь, так ты можешь без удочки на природе посидеть, правильно? Тебе не обязательно для этого куда-то далеко ехать, вот. И что привлекает людей в рыбалке? Что? — Или элемент рандома вот этот вот. — Рандома, да, он закинул удочку, и он поймал рыбу, а может, не поймал. Он расстроится, если он не поймал? Ну, наверное, не сильно, но он ждал, понимаешь? Есть вот этот элемент ожидания, вдруг попадет, а вдруг не попадет. И вот человек 3-4-5 часов сидит, смотрит в пустоту и как бы ожидает. Если он поймал рыбу, он супер радуется. — И прикол в том, что это нельзя просто так повторить, то есть это нельзя просто залить деньгами и сказать, я вот там 50 удочек заброшу, а до 50 забросишь, может, ты ничего не поймаешь. — Элемент случайности, это как раз людей привлекает на самом деле. Об этом можно, в общем-то, практически про все, да, совершать. Там чат-рулетка, помнишь, была тоже история, да, сейчас до сих пор она есть, да. То есть тоже люди получают дофамин и кортизол, да, когда они, адреналин, когда они что-то случайно делают. Ну и в обычной жизни, да, тоже есть очень много историй, когда мы, полагаясь на какие-то случайные вещи, получаем больше удовольствия. Сюрпризы. Люди любят сюрпризы, да. — Большинство. — Знаешь, вот это очень интересный кейс, я всегда как бы выступаю противником этого на работе, да, но оно постоянно как паразит проедает, короче, все мозги и, знаешь, существует в каждой компании. Вот все скидываются на подарок, да, все скидываются на подарок. Вот 10 человек в компании работают, да, и они скидываются на подарок, 12, допустим, да, каждый месяц у кого-то день рождения. В лучшем случае, в лучшем случае, ты получишь просто свои деньги обратно, да? — В лучшем, да. — А в худшем случае у тебя день рождения летом, и половина офиса уехала летом, например, на праздники, и тебе просто никто не скинулся. А скорее всего, ты получишь какую-нибудь стрёмную кружку за свои деньги, которую ты целый год скидывал, которая тебе не нужна, вот, и поэтому смысл, но зачем люди так делают? — А ты у себя в компании не вёл куни, казино, механику, либо рулетку, чтобы люди могли? — У меня был «Тайный Санта», вот, но это вот, кстати, как раз «Тайный Санта» — это здоровая тема, потому что ты всё равно, когда ты знаешь, кому даришь, ты всё равно думаешь, и ты как-то, в общем, что-то придумываешь интересное, да? А когда вот все скинулись, что-то там подарили для проформы, это вот минус. То есть это добровольно должна быть история, на самом деле, я всегда за то, чтобы это от души было, тогда иначе смысл в этом подарке какой. — И тоже так же делать. — Да, да, и когда вот заставляют что-то скидывать, я всегда понимаю, что это неравноценный и невыгодный обмен, то есть я скидываю, скидываю, скидываю деньги, которые я знаю, как потратить сам, а в итоге мне дарят то, что я совершенно не хочу получить, скорее всего. — У меня был такой подарок, мне, по-моему, в одиннадцатом классе или в десятом тоже устроил день рождения, оно такое, оно школьное, да? Вот. У меня брат-близнец есть, ты его знаешь тоже. Женя, привет. И он курил. Сишки. — Мама об этом знает. — Да. Мама знает. Мама теперь с ним курс. — Так вот, и нам пацаны скинулись, подарили. Я не знаю, кто это придумал, либо просто бабла не было, либо покупали в последний момент, короче, такую машинку для забивки сигарет. Хотя он курил в Винсту всю жизнь, конечно, сейчас его тоже курим. Вот. Он никогда не забивал сам сигареты. Причём вам даже подарили просто машинку, а там бумагу, стейтет, табак, фильтры не подарили. Во, пацаны, крутая штука такая, думаю, блядь, я же вообще даже не курю. Ну, короче, вот у меня такое было у меня ожидание с этим подарком. — Слушай, да, но люди зачастую дальше, они как бы хотят скинуться для чего-то, вот для галочки, нужно им подарить подарок, они в последний момент что-то придумывают. Ну, и ты, очевидно, ты получаешь, скорее всего, хуже то, чем сам бы себе купил на те деньги. И вот тут, наверное, нужно коснуться такого ключевого понятия в любой игре, это мат ожидания, да, немножко математика. — Давай расскажем простыми словами. — Мат ожидания, да, это то, что в среднем ты получишь, если много-много раз повторить эксперимент, да, это среднее, можно сказать, да. И вот все игровые механики, они построены на том, что ты получаешь меньше, чем ты вкладываешь. И на этом и строится любой игровой бизнес. — Моржа в казино должна быть. — Да, моржа, любая моржа, и, в общем-то, как раз вот в этих собирательствах, вот в этих карточках, везде заложена это немножко моржа. То есть, и получается, что рационально, если мы подойдем к этому, то вообще нерационально играть в казино, потому что ты всегда будешь проигрывать. Да, но из-за того, что есть случайное распределение выигрыша, проигрыша, да, ты можешь иррационально много раз выиграть или много раз проиграть. Но вот эта вот неизвестность, она и привлекает. — Я вот много раз в голове себя прокручивал, вот эти вероятности казино. Там, по-моему, у вас есть процент отдачи, допустим, 97%, аппарат либо рулетка вернет назад, например. Так алгоритм рассчитан, он лицензируется, все хорошо. Хорошо. Вот представим, что я всовываю в этот аппарат по 100 долларов, допустим, 100 раз. По идее, по идее, как, наверное, все считают, 97 раз он должен вернуть мне назад. Но правда ли, что это устроено так, что, например, я могу всунуть 100 долларов 10 тысяч раз, и только на 10 тысяч первый он мне начнет отдавать эти деньги назад? — Может быть, вообще по-разному. — А я могу всунуть 100 долларов, и он мне даст 10 тысяч долларов? То есть это полный рандом? — Да, там вообще генератор случайных чисел, это на самом деле очень сложная история, чтобы ее действительно делать случайным, какие-то события. Нужен очень сильный, мощный компьютер. То есть генератор случайных чисел, это как машина создает случайность? — Как? — Если она создает ее по алгоритмам, это же уже не случайность. — Это не случайность. — Правильно? И чтобы рассчитать такой алгоритм, который мог бы создавать более-менее случайные истории, он должен быть очень мощный. И поэтому, например, игровые провайдеры, создатели игровых игр, они это очень крупные компании с очень большими бюджетами, потому что там реально стоит внутри технология, которая позволяет тебе случайным образом выбирать выигрыш, проигрыш и так далее. Помнишь, автоматы в 90-х были, они были крупные такие компьютеры. — Гоминатор они назывались. — Да-да. Они зачем такие большие? Потому что там реально технологическая история. — А, там плата большая была? — Да. То есть это компьютеры, которые действительно тянули случайность. И они точно так же сертифицировались и выпускались определенными производителями. — Ну, с ними была история. У меня была история тоже с аппаратами. Мне как-то, когда я работал админом, то есть компы чинил просто, фрилансил так, да, и меня друг мне сказал, говорит, мама работает админом игровых автоматов, там надо компы в офисе починить, там вирус какой-то. Я приходил, там сидел такой хозяин, дядька такой, в таком кожане, он постоянно курился. — Часто из 90-х. — Да, в Сиге курил. И там, ну, типа, я видел эту публику, и там такие были возгласы. Таня, закрой десятый, типа, он его что-то накормил, он хочет там прийти, прийти, типа, донести. Ну, как бы, и другой чувак обслуживал мозги этих игровых автоматов. Я как понимаю, что в этих глюминаторах, если кто-то разбирался, в них можно было подкручивать что-то. — Слушай, есть такая история, что вообще игровые провайдеры, они проходят сертификацию, и у них важной вехой сертификации должна быть вот этот рандомайз-история. То RTP, return to player, тот процент, который возвращается игроку, он, конечно, может, например, устанавливаться в зависимости от игры, и он может устанавливаться даже иногда в зависимости внутри одного игрового провайдера, в разных казино, да, разные можно. Но сама случайность, она все равно присутствует. И тут, знаешь, есть такая двоякая история, когда сами владельцы казино, они попадают в точно такую же заблуждение, в которое попадают у игроки. Игроки думают, что они, соответственно, сейчас накормят автомат, и он потом будет отдавать. — Вот как я тебе говорю, что 100-100-100, когда ты же должен начать отдавать, да? — Да-да-да-да. А владельцы казино, они смотрят на большую выборку игроков, видят, что кто-то выигрывает постоянно, они тоже думают, он что-то знает, он маг, он колдун, и обычно таких игроков... — Да, мошенничает. — И они обычно таких игроков как бы не пускают. То есть это тоже вот это ритуальное мышление, тоже заблуждение, да, которое сами владельцы казино тоже зачастую им обладают. То есть они не понимают, что это работает как бы в обе стороны. Есть такое понятие, да, дисперсия. Вот если мы говорим, что есть средний какой-то выигрыш, да, средняя отдача казино, да? — Вот эти 97%. — Да, 97%. Но ты же делаешь ставку на определенную сумму, да, вот ты 100 долларов засунул, и ты дальше делаешь ставку. И она проиграла, либо выиграла, да? Но вот если ты поставишь 100 ставок, то в среднем тебе 97 ставок, они вернутся как бы, да? — Но они же могут начать возвращаться из этой дисперсии, рандома через тысячу раз, когда я засунул. — Да. А могут и сразу, в этом-то и смысл, что у тебя максимальный дофаминовый отклик по тому, как ученые это изучали, вопрос, я могу рассказать, да, как отдельно это изучали, максимален, когда у тебя ты проигрываешь, 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 а потом очень много выигрываешь, понимаешь? Если тебе стабильно бы отдавали вот по 97% в каждую ставку, для тебя бы было это предсказуемым и неинтересным. — Это все равно, что я бы играл бы не на деньги, а просто на фантики там, да? — Да, да. — На тестовом балансе. — Да, да, по сути. И ты, получается, ну ничего интересного, понимаешь? Человек это не цепляет, это не дает ему дополнительный дофаминовый отклик. Можно сказать, что, ну, какую бы ты деятельность ни делал, ты получаешь какой-то дополнительный от нее доход, но стабильно, и это неинтересно. Поэтому люди зачастую предпочитают рискованные виды деятельности для того, чтобы заработать сильно больше. То есть вот, например, рыбак — это гэмблер, продавец, таксист возле вокзала, да, который сидит целый день, вообще не может ни одного подвезти чувака, но потом какой-нибудь лох к нему зашел, и он его там 300 метров за 5000 рублей отвез, вот, он тоже поймал big fish, да, большую рыбу, он, по сути, тоже гэмблер. Он сидит целый день, и у него как бы непредсказуемость, он может никого не поймать, но он поймал одного, он так радуется, что он этого расчесал, вот этого лоха, и, по сути, таксисты — это гэмблеры. — И поэтому на следующее утро он идет к этому же вокзалу, а человек идет в казино, а рыбак в следующие выходные едет на рыбалку, правильно? — Каждый гэмблит как ему нравится, то есть мы все так или иначе этим занимаемся, да. — Ну, по твоей теории, тогда мы вообще гэмблим каждый день, как бы, и мы такие дофаминовые машины, где микровпрыс дофамина, серотонина идет, кортизола, и мы такие а-а-а. — Так и есть. — Серьезно. — Нашими, как бы, действиями зачастую управляют гормоны, да. Если мы говорим про рациональность, не эмоциональность, а рациональность, то играть — это, ну, невыгодно. Ты проигрываешь всегда на длинной дистанции. Но если говорить про то, что у тебя есть вот этот вариант неожиданности и случайности, и ты получаешь от этого большой его выплеск эмоциональный, ты понимаешь, что вот те деньги, которые ты проиграл, они для тебя оправданы, потому что ты получил удовольствие. То есть я к индустрии гэмблинга вообще отношусь как к развлечению, да. То есть ты платишь деньги за то, что ты развлекаешься. Мы можем любую деятельность оценить человеческий, да. Ты везде тратишь деньги, и ты везде получаешь удовольствие. Если ты... — Ну, не всегда, когда ты идёшь к стоматологу, ты, блядь, платишь, и тебе больно. Ну, для кого-то это удовольствие. — Тебе больно, но удовольствие от того, что ты себя сделал здоровым и вылечил, оно тоже есть. — Вот, блин, руководители казино какие. Даже если тебе больно, ты заплатил за это денег, они всё равно считают, что всё равно додумают, чтобы это в результате было хорошо. Бля, мне нравится ход твоих мыслей, как вот, тем более, руководителя казино, что всё равно вы всё в свою канву можете перевернуть. — Ну, я бы даже не всё, не наш, да, я, в общем, человеческую жизнедеятельность, где есть определённый риск, я бы её вообще отнёс к гэмблю. — Везде риск, мы можем сейчас в здание упадёт, и можем просто... — Самый большой, самые большие казино — это что, догадайся. Самые большие казино. Ну, если из обычной... Самые большие организации, которые применяют вот эти гэмблинговые механики. — Большие, ну, лотерей, наверное. — Лотерея, но это гэмблинговая компания, а не гэмблинговые. — Из реального мира, где мы ставим что-то? — Где есть риск, да. — Риск? — Ну, спорт в целом риск, но там мы не ставим деньги, если мы не берём геймы. — Ну да, хотя тоже, тоже. Ну, смотри, пенсионный фонд, страховая компания, государство — это в целом вообще гэмблинговая компания. Есть определённые... Есть неопределённости, есть случайный фактор, да. — Да. — И есть деньги, которые тратятся на то, чтобы эти случайные факторы как бы предвосхитить, да. То есть что такое страховка твоя, да? Страховка, по сути, это ты платишь немного денег, ставишь на то, что какой-то катаклизм или вот проблема с машиной, со здоровьем произойдёт, и ты проигрываешь. Ты каждый раз проигрываешь, проигрываешь, проигрываешь. Но когда это событие действительно произошло, ты снимаешь джекпот, правильно? Твоя машина попала в аварию. — Тебе дают новую, типа, да. — Да, тебе дают новую. Получается, ты выиграл. То есть ты ставишь всегда против того, за то, что это произойдёт. То есть, по сути, любая страховка — это ставка. Именно поэтому, например, компании букмекерские анализируют очень большое количество матчей, событий, игроков, здоровья, где матч проходит, погодные события. Они делают скоринг, так скажем. — Там серьёзная система. — Предсказывают. Очень серьёзная система, да. И то же самое делают и страховые компании. Ты пришёл, говоришь, мне нужна страховка. — Вот туристическая вот сейчас мы в Дубае. — Туристическая, да. — Вдруг заболеешь. — Они оценивают же, какой регион, например, да, какая есть вероятность. Ну, лучше не про туристическую, они всё-таки так послабее работают. Ну, вот медицинская. Как тебя обследуют? Ты страхуешь свою жизнь. Они смотрят, что у тебя. Есть хронические заболевания или нет? Есть предрасположенность к каким-то таким вещам или нет? Занимаешься ли ты рискованным каким-то деятельностью или нет? Вот если ты скалолаз, альпинист и без страховки лазишь, да, или промышленный скалолаз. А страховка сразу будет там. Мы всегда ставим против страховой. То же самое мы, когда делаем вклады, когда мы… Вот, например, есть вклад, да, есть, например, вклад в швейцарский банк, есть в российский. Где доходность выше будет? — В российском, конечно. Сейчас, по-моему, 16%. Да, доходность выше. Но если мы в одной валюте вкладываем. Ты не сможешь, наверное, сейчас сложить. Ну, допустим. Все равно в России будут выше всегда. Почему? Страновые риски. Риски, риски, да. Кажется, что банк – это такая сущность супернадежная. Но у нее тоже есть риски. У стран есть риски. Есть кредитные рейтинги стран, есть кредитные рейтинги банков. То есть, казалось бы, это очень простая механика. Я помню, были проблемы, когда с ростом доллара очень много ипотечников взяли ипотеку в доллар. Чтобы что? Чтобы иметь не 10-15% по ипотеке, а, например, 5-6. И вот как… Банк же это учел, что потом доллар бахнет, да? Нет, банк этого не учел. Он не учел. Но люди это не учли. И они, получается, что… Они экономили почему? Потому что у них риск возрос. И когда этот риск настал, рисковой случай, да, что доллар вырос в два раза, как более стабильная валюта, имеющая… Меньшую инфляцию, более стабильная. Соответственно, они за это как раз и переплатили банкам вот этот возросший… А, но там ОР был этих валютных ипотечников. Да, был ОР. Был ОР. Ну, они считали, что они обманули систему. На самом деле, они просто не учли риск. Такую систему сложно обманывать. Вот, и получается, что каждый раз, когда ты принимаешь какое-то решение с определенной долей вероятности, случайности, да, всегда нужно закладывать, ну, определенный риск, вот. И твой доход, он должен быть больше, чем больше риск. Вот, соответственно, мы любую жизнедеятельность можем разложить. Какие еще примеры есть гемблинга в нашей жизни? Легко. Есть, например, представь, что тебе может… Ты хочешь открыть свой бизнес, да? Могу представить вполне. Ты хочешь открыть свой бизнес, и тебе нужно… И ты будешь зарабатывать с этого бизнеса, например, 20 тысяч долларов в месяц. И ты можешь остаться на работе и зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. Открытие такого бизнеса, например, стоит там 100 тысяч, ну, там, на год, ну, там, 120 тысяч, да? Вот Допустим эти деньги как бы Ты вложил в бизнес, ты их обратно уже не капитализируешь То есть возможность стопроцентной потери Да Я всегда говорю, когда у меня друзья Хотят открывать бизнес Я говорю, вот какая вероятность того Что вы придете к своему результату Что вы будете зарабатывать на этом бизнесе Вот столько денег Если вероятность даже 50% То мат ожидания получается У них 50% умножить на 20 тысяч долларов Равно 10 тысяч долларов И по сути Нет смысла рыпаться Более того, они заберут этот миллион Замораживают в бизнес И возможно вообще его потеряют То есть по сути они сами себе устраивают Абсолютно такую же ситуацию С большими вложениями и с огромным риском Получается, что это супер невыгодно Вопрос о цене риска У тебя должен быть скоринг, что этот бизнес может провалиться Должен быть инсайдером в этой нише Чтобы собрать достаточное количество параметров По которым сделать какую-то свою модель В которую ты веришь и желательно, чтобы она к реальности была Приближена Но в совершенно случайных вещах Новых бизнесах Если ты не инсайдер в этой нише Шаурмечную ты открываешь То есть ты в общепите не работал Как ты можешь это посчитать? Ты просто риск откладываешь вверх Я нифига не знаю Значит риск не 10, а 7 Смотри, общепит в принципе Супер низко маржинальная И низко рискованная история Но она очень низко маржинальная Ты очень устойчив При этом очень большие вложения Достаточно на первое время Да, то есть достаточно дорого Вот я недавно слушал Бизнес стоимостью 100 тысяч долларов Шаурмечная Приносит Чистыми полторы тысячи долларов В месяц В месяц Полторы тысячи долларов Ну это типа около 7 лет окупаемости Вот представь себе И все хотят такой бизнес Все кофейни хотят, например Все шаурмечные хотят При этом в этом бизнесе Вообще нет смысла никакого С экономической точки зрения Работая на дядю Спокойно получая зарплату Страховку И постепенно капитализируя Свои знания Растя в позиции Ты гораздо больше зарабатываешь Любой бизнес Это большой риск И люди необычно Нерационально К этому относятся Потому что Что? Как и в ставках их в казино Они думают же не о том Сколько рационально они получат Они не думают о RTP Они думают о том Сколько они получат Если выиграют И в ставках такая же тема Люди не приходят в казино проиграть И в ставки тоже не ставят Чтобы проиграть Они думают Я выиграю Все Остальное даже не думают Получается Я прихожу проиграть Ты играешь в казино? Я играл в казино несколько раз Я получал действительно От этого эмоции Это было интересно Я чувствовал Как это разжигает интерес Но я могу остановиться Потому что рационально У меня все-таки часть Гораздо сильнее Чем эмоциональная Сейчас играешь? Пошло бы поиграть Если говорить Про казино Наверное Мое казино Это какой-то бизнес Особенно в молодости Когда ты тоже Хочешь большего Ты готов рисковать У тебя есть деньги И вот постепенно Ты обрастая опытом Ты снижаешь риски И меньше у тебя требований К рисковым историям К рисковым историям То есть тебе бизнес Дофамина дает достаточно Своих качелей хватает Это интересная тема Это интересная тема Что люди Которые чем-то заняты Делают бизнес Какой-то Например Крутой работе Интересный Крутая значит интересная Неважно сколько денег Их меньше Интересует Вот эта вся лупка И прочее Я бы тебе вообще Сказал так Что если мы говорим Об игре Как об источнике Дофамина Как о каком-то Деятельности Которая приносит тебе удовольствие Это такое Рафинированное удовольствие Знаешь Дешевый дофамин Как алкоголь Как еда Порно Компьютерная игра Да-да-да Самый дешевый способ Если ты можешь получать Качественный дофамин Который в итоге Не приводит к твоему Разрушению определенному Наоборот К твоей капитализации Удовольствие Спорт например Спорт, достижение Работа над отношениями То тебе более простые формы Уже не так интересно Но если Смотри Сидишь Скучаешь Максимально Скучаешь Или там Ну Почему не поиграть во что-то Компьютерная игра Это тоже дофаминовая Привязанность Вот например Ты играешь в компьютерные игры Что ты меняешь На получение этого дофамина Ничего не меняешь Просто если ты хочешь Ты осознай Если ты Умный образованный человек Ты говоришь Я хочу Устал Хочу немножко дешевого дофамина Потому что у меня сейчас По таймингу не влезает Пойти там на теннисный корт Окей Я запускаю колду Типа Сыграл 20 минут Две катки 40 минут Все я нормально Выключил Ну редко кто так останавливает Знаешь По расписанию Красава Ты просто занятой А люди Ты как делают Я даже помню Как я в молодости Играл Всю ночь Не спишь Что ты меняешь Ты меняешь Время свое Драгоценное Которого становится Все меньше и меньше И ты получаешь Упущенные возможности Потеряешь Упускаешь возможности Ты бы это мог Время Также превратить И в деньги И в знания И капитализировать И в здоровье И так далее Но ты Просираешь его В компьютерные игры Тут вопрос Тоже бесконечно Деньги Время Знания Не нужно Тебе Ну да Потому что дофамин Будет только тебя двигать К новым целям Знаниям Окситоцин Сертонин Мы это как бы знаем Получается Смотри Как я играю в казино Я играю в казино В оффлайн Я играл В Сочи В Эстонии Играл Я приходил Проиграть 100 евро Вот у тебя Видишь Люди приходят А я приходил Проиграть Я приходил Либо Никогда один не приходил Походили с пацанами Кто-то куда-то Что-то ставил Там рулетку Я выбрал 100 евро Менял Там на эти фишки Либо что-то еще Я самое тупое Последний раз Играл в эти В аппараты На по-моему 50 евро И там Они очень сложные Какие-то дебильные Я выбрал там эти линии Блядь Я нажал 4 раза У меня сгорело 50 евро Я подумал Какая блядь херня Я не буду в это больше играть Поэтому я играл в рулетку Ну типа прикол Поставишь на эти линии Тут вроде так Так Или куда-то На одно я никогда не ставлю Потому что я не верю В большой выигрыш Что я сейчас И ну как бы Всегда проигрывал Ну наверное Один раз мне удавалось Отбить назад И потом проиграл Я проходил проиграть Чисто прикол В казино Ну смотри Ты не приходил Проиграть все-таки Почему Вот смотри Если ты приходишь И там без вариантов Ты проиграешь А зачем ты идти А зачем тогда идти То есть ты приходишь А вдруг выиграл А вдруг выиграл Ты же приходишь туда Чтобы провести время Чтобы ощутить Вот эту эмоцию азарта Что вдруг ты выиграешь И вот это вот тебя Как раз гложет Я вот например Самые самые простые Виды гамблинга Например лотерея Мне нравится лотерея Ты покупаешь билет За 100 рублей Покупаешь билет За 100 рублей Если математическое ожидание Посчитать Какой у тебя выигрыш На эти 100 рублей Там у тебя меньше копейки Меньше Там по-моему По-моему Как сколько песчинок В океане Такая же вероятность Выиграть Зачастую Ты слышал Недавний кейс Какая-то женщина Украла 70 тысяч Лотерейных билетов Скрыла их Не выиграла Ничего И ей тебе грозит Уголовка Поэтому не играйте В казино Есть такая тема Соответственно Получается Лотерея Что? Ты покупаешь Билет за 100 рублей Фактически Ты меняешь 100 рублей На 1 копейку Даже Ну В лучшем случае Получается Но что ты получаешь? Что ты покупаешь По факту? Ты покупаешь Надежду Дофамин Ты покупаешь Надежду На то Что вдруг Ты выиграешь Реально же Ты можешь выиграть Правильно? Ты можешь выиграть Квартиру Это прикольный кейс Я даже работал Когда в компании Которая занималась Лотереями Я дарил своим близким Билеты Просто по приколу Что Это же не исключено Что ты можешь выиграть Ты как бы даришь Вот эту эмоцию Знаешь Когда ты открываешь Смотришь А вдруг И вот это вот прикольно Всегда две цифры Эти последние не хватает И что ты выиграл кто-нибудь? Ну там по чуть-чуть выигрывали Там по тысяче По полторы выигрывали И это дальше Разжигает Друг Можно выиграть квартиру Как-то женщина Слышишь На самом деле Да На самом деле Я вот на Кипре Жил определенное время Там была история Про то Что там прям С детства Игровая история Ну очень Как бы Имплементируется В жизнь С молодости Вот Самая простая гамбла Знаешь какая? Какая? Ты приходишь На набережную В Анапе И тебе нужно Кинуть дротик В шарик надувной Попадешь Не попадешь Сто пудового гамбла Гамбла Все практически Там Кольцеброс И Всякие шарики Пневматы Судяешь Что по этим Десять из десяти Надо выбить Да Это все Практически Про гамблин Ну пневматы Это скорее уже Про умение Да Ну там тоже Скорее всего Нереально Там например Какой-нибудь ружье Кривое Кривое Ты знаешь об этом Да Но ты все равно Фигурка так прижата Что она не падает Но это про мошенничество Да больше Но все равно Дальше Чтобы раскроем Где есть игры со скиллом Где мошенничество С канина Ну в общем Смысл в том Что с детства Тебя приучают К тому Что ты по сути Гэмблиш Да То есть Всякие вот такие фишки С случайными Механик Но это интересно Я не замечал Это кстати То есть Знаешь Почему-то Наверное Я такой человек Которому гэмблинг Именно Вот В детстве Айгейминг Вот это Мне не интересно Мне интересно Дофамин из другого Там из бизнеса Там Что-то еще Ну вот я не азартный Еще самый простой пример Тебе Вот этот рука Которая опускается Достает игрушку Это скам вообще Мне кажется Самый большой скам детства Не ну послушай Ты Я доставал несколько игрушек Я доставал может быть Три-четыре игрушки в жизни То же самое Да Ну значит это не скам Нет Но достала в аппаратах Которые работают Я в Бонесаре Недавно закинул Хотел сына игрушку Поймать А она просто не работает Она даже не схватилась С камина лютая Да-да-да Но это скам Да Но вот представь Что ты достаешь Действительно А представь Что ты достаешь Каждую игрушку Да Сколько тогда стоит Должен один раз Вот это достать Стоимость игрушки Да Нет еще С маржой С маржой Да Ну тогда бы В чем смысл играть Ты пошел Купил эту игрушку Да Блин прикольно Что все вот так вот На самом деле построено И получается Что ты играешь Почему Именно потому Ты думаешь такой Так сейчас-ка я постараюсь И достану Мне повезет Ты думаешь Мне повезет И за счет этого Ты получаешь удовольствие То есть все играют В эти автоматы И ты потом Реально прикидываешь Что ты тратишь на эту игрушку Гораздо больше денег Тем просто бы пошел купил Но ты же получил еще эмоции Азарт Вот это вот то Что ты покупаешь Поэтому это такая же Индустрия развлечений Ты получаешь Окей Я тебя услышу Да Есть же Получается какой-то типаж Как мы даже Примерно поняли Что кто заскучал Кто Такие Может быть Не сильно Понимающие Как правильно Получать дофамин Может быть С отсутствием образования Либо примера Люди Им скучно Они идут Гэмблить Либо у них Я бы сказал так Низкий уровень интеллекта И они не понимают Что это такое Да Есть какая-то Мы про игроков Еще отдельно С тобой поговорим Только игроки Но сейчас Давай зафиналим Есть ли Какой-то социальный класс Либо Пул игроков Который составляет Основу Аудитории Гэмблинг-индустрии Знаешь Я бы не сказал Что люди Которые играют Они У них низкий интеллект Я бы не сказал Что это так Я бы сказал так Что Люди Которые Хотят Получить легкий дофамин И Не хотят Получать сложный Вот это вот Целевая аудитория Читеры по жизни Да Ну то есть Алкоголь Табакокурение Фастфуд Порнография Да практически Лоу лайф Да да Практически Чил там Любой Это Это про то Что ты хочешь получить Легкий дофамин Ну вот представь себе Человек Работает на работе Устает Морально Стрессует Жестко Да И вот он Вечером приходит Домой И у него есть Варик Какой Сидеть Смотреть телевизор Например Есть такой вариант Да Ему не интересно Например Там он все посмотрел Он заходит Например в онлайн казино И вот Начинает получать Вот это Адреналин Дофамин Начинает ставить ставки Он Поиграл чуть-чуть Провел Интересное время Лег спать Поспал Пошел на работу Это тоже Вариант Легкого источника Дофамина Который ты можешь Ты можешь один играть Можешь с друзьями играть Также просмотр Матча футбольного Да Также ставишь ставку И тебе смотреть Интереснее У тебя появляются эмоции Поэтому это Креатив Вариант Вставку смотреть Будет интереснее Да И это вариант Про то Что ты получаешь Дофамин Легким способом Часто да Это связано с тем Что люди Не знают Как получить Более Сложным образом Дофамин Более полезным Некоторые люди Просто не хотят Они осознанно Идут Например Ты Не хочешь есть фастфуд Но ты не успел Ничего приготовить Ты ешь фастфуд Осознанно То же самое И про любое развлечение Ты хочешь Что-то полезное сделать Но у тебя нет возможности Ты берешь И довольствуешься тем Что просто и доступно То есть я бы не сказал Что тут есть корреляция С умом Тут скорее есть Ну корреляция Она может быть есть Но Тут скорее Есть причина Нет причинно-следственной связи То есть есть и умные люди Которые играют в казино И в карты И в покеры Реально Вот ставки на спорт Как-то я Ну видос какие-то Видел там Какая-то была Драка в этом БК-клубе Но ты там смотришь Люди сидят Они реально плохо одеты Никита Там хорошая Айпи-камера была Какие-то нечестные Немытые Какие-то бедолаги Это есть такое Что условно-ставки Ставят бедолаги Нет Я тебе более того скажу 80% дохода БК и казино Приносят игроки Которые с очень хорошим доходом И возможно Высоким социальным статусом Ага То есть Хайроллеры Давай так Не дохода А вот Тысяча игроков Сколько из них будет Такие вот бедолаги Скажем так Ну сколько Как и в обычном Как и в обычном По жизни понимаешь Сколько бедолаг вокруг И сколько миллионеров Ну миллионеров мало Правильно Так же в казино То есть нет какой-то Отдельной прослойки Кто гемлет Прям Ну бедные люди Например Котор там тяжело Нет Я говорю Мне кажется Что Ну это История про легкий дофамин Вот кто хочет Его легким образом получить Вот смотри Любой источник дофамина Это реакция твоего мозга На какую-то твою деятельность И по сути Любой мозг Может Можно научиться Получать дофамин От деятельности Кто-то любит Отпознание Получается дофамин Кто-то любит От спорта Получать Кто-то любит От Ну там Например Читание книг Там не знаю От игры тоже Можно научиться Любой У кого-то просто Например Игра в покер Это дофаминовая бомба А для кого-то Слоты Это супер Дофаминовая бомба И ты Тоже можешь Научить свой мозг Получать дофамин Как и любой наркотик Который Экзогенный дофамин Ну Ой Получаешь Экзогенные Какие-то Гормоны Да Ты Соответственно Учишь свой мозг На то Что Сделая вот это Ты получишь Отклик И таким образом У тебя в следующий мозг Раз говорит Давай-ка мы с тобой Вот этим займемся Потому что Это приносит нам удовольствие Было кайфово Да И поэтому Тут нет Какой-то градации В любой Мне кажется Группе В обществе Есть люди Которые играют То есть Просто у них Возможно Разные игры Кто-то в Монте-Карло едет Да Может себе позволить Или в Монако Да А кто-то Соответственно Играет В слоты В подвале У тебя Да Там кнопки Нажимает А кто-то В карты Играет На бабки Знаешь У себя На кухне Как у игроков Формируется Зависимость От казино Вот Зашел человек Один раз Как он Становится Зависим После первого раза Либо надо Какая-то череда Проигрышей А потом Как ты говорил Выигрыш один И все Он подсаживается Как вы подсаживаете Людей на казино Ну вот Есть такая история Аддиктивность Это Аддиктивные Паттерны Есть определенные Исследования На этот счет Как возникает Аддикция Но в основе Нее Как раз Лежит Позитивное Подкрепление Собственных Действий Когда Ты Что ты делаешь Это тебе доставляет Удовольствие Ты хочешь делать Это и дальше Это может быть Что угодно Я говорю Это может быть Занятие спортом Это может быть Обучение Да Ты знаешь Что Есть люди Которые Спускают Очень много денег Просто на то Что они учатся Бесконечно И не применяют Это на практике Я знаю У меня есть один Такой знакомый Я работал В онлайн школе В одной В одном крупнейшем Игроке онлайн индустрии И у меня был доступ К базам Людей Которые проходят Обучение И я просто Проводил исследование Я увидел Что там Хайроллеры Тоже являются Основной Платежеспособной Публикой Потому что Некоторые люди Обучаются Пятнадцати Двадцати Тридцати Профессиям Они учатся Всегда Для них Это источник дофанина И даже есть исследование Что крыса Между едой И обучением Познаполучением знаний Выбирает Получение знаний То есть любопытство Это вообще Самый сильный наркотик Получение знаний Сто процентов Вот у меня так Стопудово Но я не покупаю все курсы Но мне нравится Узнавать новое Вот А даже зачастую Ты же получаешь дофамин Даже никогда применяешь Когда ты узнаешь И вот эта вот история Про то Что мы бесконечно Смотрим контент Обучающий на ютубе Мы бесконечно Чему-то учимся И не факт Что это нам приносит Какую-то пользу Но удовольствие приносит точно Удовольствие приносит точно Мы так же жжем на это Ресурсы Время Деньги И прочее Знаешь Если ты пошел Там получил Десять там Высших образований MBA И так далее Ты чувствовал Ты слил Огромную сумму денег Миллионы долларов Вот Но есть ли в этом смысл Ну да Ты получил удовольствие А смысла в этом Наверное Национального нет То есть По сути Есть потому что У тебя новые возможности Открываются Ты можешь в разные Профессии пойти А если ты слил Кто-то в казино Типа Ну ты просто просрал Ты получил удовольствие Это самое главное Ну там у тебя остался Какой-то ценный ресурс Может быть Ты знаешь Финансы Может быть А может быть Нет Ну да Если у тебя точно Образовались нейронные связи Но если ты конечно Там человек Не с изменениями В развитии Если ты смог Законить MBA Ну у тебя точно Образовались связи Но тут явно Полезно чем казино Тут ты должен Как бы знаешь Ты должен это Применять на практике Если ты это просто изучаешь Если ты это просто изучаешь То это в этом бесполезно Конечно бесполезно Поэтому вот Многие же люди Учат языки А в итоге Их не применяют И в чем тогда смысл Они тратят просто деньги Вот я испанский Не применяю Я общаюсь с экспатами Вот живя Абло или Спаньоль Ну Он поко Он поко Он поко Я живу в Аргентине Там испанский Причем он свой немножко Я очень много работаю И например Гости у меня Все в основном Русскоязычные Мы там в студии Тоже снимаем подкасты И просто операционно В компании руковожу Я редко особо выхожу Куда-то там В будни Там из дома И общаюсь Либо с экспатами На английском Либо кто-то понимает английский Либо у меня Русскоязычная комьюнити Я не понимаю Зачем А мне учить Знаешь У меня был такой Фома Типа блин Я вот живу В испаноязычной стране Надо бы еще один язык Выучить И я не могу найти Мотивацию Зачем Ну зачем Я бы Прикинь бы Сейчас мы бы Разговаривали Слушай Я испанский выучу Я знаю теперь Четыре языка Например Ну Всех разные стимулы И у тебя нету такого Я такой Не я рациональный Я думаю Я лучше Как бы мы запишем Два подкаста С крутыми ребятами Нежели я пойду на этот Сратый курс Как бы испанскую Я не нашел Все мотивации А кто-то да Просто Кто-то учит Ради кайфа Учить Ему нравится Учить То есть Это тоже Возможность Получать Дофаминовый отклик Просто мозг У разных людей По разным Чуть устроен Да И получается Что каждый раз Когда ты Делаешь какую-то Деятельность Которую тебе Приносит Дофамин Ты к ней Так или иначе Привыкаешь И у тебя Мозг говорит Давай делать Вот эту деятельность Теперь чаще Давай вернемся Как все-таки Вы заманиваете Людей в казино Вот я зашел в казино Какие есть у казино Приемы меня подсадить Ну вот видишь Меня пока не получилось Возможно Если бы вы мне выдали С моих 100 долларов Миллион долларов Налом Прям вот хрустящими Вставим вот этот мем Где он Нюхает бакса Я бы может быть Пошел бы И начал всаживать Какие приемы У вас есть Ну смотри История про то Что если ты будешь играть Например слоты Достаточное количество Времени проиграешь И Ну Играть будешь Да Какое-то время Твой мозг Научится Получать от этого Дофамин От проигрышей От всего От процесса Вот То есть ты выиграл Проиграл Выиграл Проиграл Ты начинаешь его Тренировать Так скажем И когда ты заточил Вот мозг на игру Он говорит Давай еще раз так Развлечемся Это прикольно оказалось Вот И наша задача Просто как бы Игрокам Предложить этот вариант Досуга Чтобы они в него играли Подсадить Практически невозможно Подсадить человека Если у него Вот этот мозг Этот путь не прошел Ему Вот ты первый раз Выпил Там не знаю В 15 лет Водки Ты подсадился Нет Когда ты подсадился Когда ты много-много-много Раз выпил И закрепил это положительно Так же и с курением Ты первый раз попробовал Что за дичь Я в первом классе Попробовал курить Фу Что это за фигня И потом Короче Когда ты Много раз это делаешь Мозг такой говорит Это конечно хрень Но В принципе Да Вот прикольно И он научивается Получать от этого Определенное удовольствие Ну там С курением С алкоголем Там свои истории Потому что там По-другому работать Там еще биохимия Замешана Да И смысл в том Что Ты Учишь свой мозг И потом Он в принципе Сам тебе говорит Да Давай играть Это прикольно То есть ты Научишь свой мозг Получать удовольствие Например Так же от Занятий спортом Там От Просмотра фильмов И то же самое От казино Наша задача Просто Дать возможность Ему Поиграть Достаточное количество Времени Чтоб он получил От этого удовольствие Если он не найдет Источников дофамина Которые Гораздо круче Чем наш Он будет дальше Пользоваться Этой услугой Сколько нужно Человеку поиграть В слоты Чтоб в среднем Получить зависимость У всех же мозг По-разному работает Ну вот сколько Мне надо Поиграть Нет Ну слушай Я же не знаю Какая у тебя Рамка У вас есть статистика Среднестатистический игрок Сколько надо Час Сколько просрать денег А что такое Ну то есть Привыкнуть Да ты имеешь ввиду Престраститься Появился ретенш Приходил еще 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 Ну вот смотри А как определить Еще Еще Вот ты один раз Поиграл сегодня А один раз Поиграл через два года Это ты привык Не знаю Около Регулярно Раз в месяц И чаще Ну Один раз в месяц Это супер нерегулярно Регулярно Это Раз в неделю Каждый день Или несколько раз в неделю Регулярно Может несколько раз в неделю Человек начал играть Сколько он должен Посмотреть Период тренировки мозга Адаптации К получению этого дофамина Сколько надо его Держать Слушай Ну я думаю Что чтобы Сформировать Определенную Удовольствие Получить положительный опыт Интересующий Да Нужно поиграть Ну наверное Часов Пять-десять Часов пять-десять Не так много на самом деле Ну это опять же Если ты ничего не выиграешь А просто проиграешь Ты наоборот Навсегда можешь быть Как я У меня сраный слот Этот сожрал На 50 евро И даже две кнопки Нажать А если ты зашел И сразу выиграл Ну наверное Ты захочешь еще раз Так сделать То есть ты возможно Быстрее привяжешься То есть это история Про то Как работает твой мозг Насколько тебя Это замещает Твои источники дофанина И насколько Ты рационально Можешь контролировать Свои действия Ведь мы рационально Тоже знаем Что фастфуд Не нужно есть Но мы же Все равно это делаем Каждый раз Часто Вот поэтому Тут вопрос про то Как ты сам управляешь Собственными действиями Получается если человек Имеет разные источники дофамина Желательно там Не короткого Длинного дофамина Там достигаторство Там какие-то там Может отношения Которые дают ему там Кситоцин Еще там другие гормоны То есть он как бы Чем более разносторонне развит И чем больше у него Каких-то радостей в жизни Тем сложнее его Пересадить на дешевый Какой бы то ни было В том числе казино Да Конечно У него есть источники Другого дофамина И в принципе Сформировать вот эту Привязанность к этому Источнику Это тоже небыстрый процесс И он должен заместить Другие процессы Поэтому вот например К алкоголю К наркотикам Очень часто Именно пристращаются люди Вот таким простым удовольствием В детстве В детстве В молодости Знаешь Когда они еще не нашли Способов Как получать дофамин Другими способами Опыта нет доступа Не реализовались в жизни Ни каких-то устойчивых Положительных отношений Там работу интересную Не нашли Вот они Вот такие источники У себя создают И дальше им уже сложно В обычной взрослой жизни Другими источниками Научиться получать дофамин И поэтому игра Она как бы Как один из простых Источников дофамина Действительно может Как бы Заменить Существующие Ну и опять же Она может быть Дополнением просто Вот у тебя есть Возможности развлекаться Разные И игра Это один из них Он может быть Не быть главенствующим Он может быть вообще Очень гармонично Дополняющим Твою жизнь Например Ребята которые Поигрывают в покер По пятницам Для них это возможность Пообщаться с друзьями Посидеть Да они просадят деньги Но они почувствуют Он играет Если в покер Можно где-то собраться В тех странах Где-то легально Да Он собирается На стол Но согласись Они же на деньги играют Но докупаться там нельзя Они же на деньги играют Не можешь докупиться Но они же на деньги играют Игра идет на 100 долларов А почему не на фантике? Ради интереса Но там ты не можешь Прииграть больше того Что ты принес Нельзя пойти продать машину И поставить ее на покер На любительский стол Где-то же можно Ну то есть Это плохо Тут история Это плохо Подойдем к моральной стороне Ну то есть Окей Тут история про то Что они не играют без денег Хотя они могли играть на спичке Почему они не играют? Потому что это уже не интересно Не вызывает дофаминов Да Слушай, круто Что мы с тобой разобрали Вот эти дофаминовые механики То есть получают задачи бизнеса казино В чем? Показать игроку Что есть вот такая механика Которая дает дофамин Показать Что желательно Можно там выиграть Только в какое-то время Продержать его в игре И все Человек на крючке И если у него нету Других источников дофамина Все, он ваш Проиграет все, что есть Как в общем-то поступает Любая индустрия Которая хочет Чтобы человек Тратил деньги в ней Индустрия красоты Моды Не знаю Коллекционирование Машины Они же все это делают Они тебе предлагают Что-то Чтобы, короче Они цепляют тебя Даже они более агрессивно Действуют Понимаешь? Их что-то остается Они говорят Ты будешь неполноценный Если у тебя нет Вот этого бренда Нет этой машины Вот таких Такого статусных вещ Вещей и так далее То есть они в тебе Возникают А тут же такого Даже не говорится Ну, как бы Хотя бы какой-нибудь Луи Виттон Люксовый Который пушит тебя Рекламой Что все там Крутые мужики Или девчонки Ходят в этом ЛВ Ты ему плачешь Он тебе хотя бы что-то дает А здесь Я в ваш слот пришел Клубку потыкал У меня ни денег Ничего И на такси я потратил Я такой А так хотя бы Сумка у меня будет Радовать меня каждый день А не вечер Где я просрал деньги Так ты получил удовольствие От того, что ты их просрал? Нет, конечно Почему? Потому что у меня забрали бабки Если ты просто Сразу просрал Может быть удовольствие Не получил Но так твоя же задача Тоже не сразу просрать Ты чуть-чуть поставил Чуть-чуть выиграл Чуть-чуть проиграл И ты провел классное время Я просто не прошел По этому пути Онбординг Ваше казино Вашу дьявольскую индустрию Окей Ну, я считаю Что практически любая индустрия Она старается тебя Так или иначе Закрепить у себя Как постоянного покупателя Индустрия красоты Постоянно говорит тебе Что тебе надо Раз в месяц Всякие делают процедуры Одежды постоянно Тебе нужно менять Даже когда Ну, вот сейчас мы живем В мире Когда нам по сути Там вещи Они супер доступны И мы можем их вообще Не менять, не обновлять Они уже надежные Ты можешь долго носить Одну вещь Но тебе же Не выгодно Продать одну футболку Есть даже история Такая про то Что придумали Супер острый нож Который вообще не тупится И для чистки картошки Знаешь? Знаю Офигенные маркетологи Рассказывают Да, да, да Которые Поняли, что они продали Ножи всем хозяйствам И продажи Сильно упали Они подумали А как нам сделать так Чтобы люди дальше Покупали ножи Если они не тупятся И есть в каждой семье И они начали делать Ножи с ручкой Которая выглядит Как чистка картофеля Коричневый Да, да И они начали Люди забывать Вот этой мусори Эти ножи Выкидывать И они начали Заново продавать Насколько это Гуманно Так скажем Насколько это С морально-этической стороны Правильно Ну, наверное Не очень правильно Может быть Но с другой стороны Они паразитируют На человеческом Там невнимательности Ну, они продукт тебе дают Он острый Если ты невнимательный Ну, получается А что делают банки? Слушай Любой банк Зарабатывает На твоей невнимательности Он, по сути Дает тебе деньги И он не ждет Но он как бы Берет деньги за то По факту Что, ну, кредит Он дает тебе деньги А не забирает Ну, да Кредит Он, например Дает тебе деньги И ты всегда платишь Или за себя Или за тех Кто невнимательный И вовремя не погасил И они гасят Если беспроцентный период По сути Банк дает кредит Ну, да То есть Выдает деньги И ждет Что ты не погасишь И тогда ты им заплатишь За эти деньги Он паразитирует На твоей неорганизованности Невнимательности Слабовольности Микрофинансы Еще хуже загоняют Уязвимые свои населения Но смотри Но при этом Банки Фэшн Бьюти Не считаются Деструктивными Индустриями В отличие от Айгеминга Которая Регулируется И запрещена В многих странах В Дубае В том числе Тебя могут просто Казнить Если ты будешь Что-то делать Почему геммлин Это деструктивная Индустрия Алкоголь Деструктивная Табак Деструктивная Ну почему деструктивная Опять же Тут вопрос Скорее такой Опять же Морально-этический Наверное Даже более В область Философии Уходит То есть Если ты человек Оргожданин Например Страны Совершеннолетней Дееспособной Кто Имеет Право Определять Как ты Можешь Развлекаться И распоряжаться Своими ресурсами Регулятор Государства Допустим Оно говорит Что У нас На территории Нельзя Продавать Алкоголь Окей Посмотри Замечательно Это работает Есть разные Кейсы Давай начнем С либеральных И Консервативных Либо правых людей Что сказали Отцы Основатели США Когда Основали Штаты Человек Слаб Его Нужно Ограничивать Мы возьмем Самую сильную Экономику Это Основатели США Сказали У нее Сухой закон Что ли Ты помнишь К чему Это привело Не было Достаточного Контроля Они Просрали Допустим Сухой закон Оман Посмотрели Соседнее государство Как оно развивается Шикарно Алкоголь Табак запрещен Посмотри какие дворцы стоят Какая экономика Ну это не причина Следственной связи То что они запретили Как раз таки В странах С жесткими заплетами Зачастую как раз Экономика Наиборот Менее Развита Почему Потому что Либеральные основы Которые позволяют Людям проявлять Инициативу Брать на себя Ответственность И совершать Какие-то открытия И создавать Какие-то бизнесы Они развиваются Обычно там Где государство В меньшей степени Влазит в личную Жизнь людей Потому что Если оно Бы все контролировало Государство Это надстройка Над обществом Оно и так Имеет все ресурсы И оно Если тебе еще скажет Что делать И тогда будет Тюрьма или казарма По сути Оно распоряжается Всеми ресурсами И продает их Вовне Имеет все деньги И еще решает Что людям делать Ну какие кипятые государства Но тогда люди Тогда не будут Вообще ничего делать Они не будут Проявлять инициативу Они не будут Предпринимательств Они не будут Двигать прогресс Они не будут Создавать добавленную стоимость За счет которых Как раз Все экономики мира И растут США Самая инновационная экономика Да То есть они Там в Китае Но самое Несвободное при этом В Китае Почему? Посмотри На самом деле Их закон У тебя все четко Зарегулировано Везде есть закон Прецедентарное право Зарегулировано Да Зарегулировано Но это же не сказать Что несвободно Несвободно Говорится Например Про экономики В которых ты Практически не можешь Создать компанию И открыть И запустить Мы этого не говорим Страны четвертого мира Вот это мы и говорим Что это несвободно То есть ты действительно Там очень много бюрократии Взятки То есть ты ничего не можешь делать А там где ты можешь легко Открыть компанию И заработать на тех Процессах Которые не подлежат Там регулированию Или подлежат регулированию Но ты выполняешь Эти условия В этих странах Ты соответственно Можешь проявить Свою вот эту Инновационную Какую-то составляющую Предпринимательский талант И заработать больше И двигать общество К развитию Но некая регуляция Все равно нужна Правильно же В алкоголе Сигареты Нельзя продавать Дети Вопрос в степени Вопрос в степени Вопрос в степени Запрет продажи алкоголя До 21 года И табака А почему до 21 У нас разве до 21 в России Часто по-моему поднять хотят Я не знаю По-моему до 18 Я потом тебе другой кейс расскажу А в разных же странах По-разному Америка 21 год Ну хорошо Это надо делать Ибо это плохо Либо пускай куриц Семи лет Вот смотри Ты же Если даже поставишь Ограничения Да Никто же Ну не будут же Исполнять люди Все равно Незадача чтобы они Исполняли И задача чтобы Было очень сложно Не исполнять Да То есть В Гамбле Это все то же самое Применимо То есть Тебе создают Барьеры Которые делают так Чтобы Нарушать Какие-то определенные Законы Было сложнее Чем их выполнять И поэтому Гамбла тоже регулируется Платит налоги Ставки Которые там В старом свете В Англии появились Конторы самые крупные Которые принимают ставки Они Очень крупные Компании Которые платят налоги Там в Армении Самый крупный налогоплательщик Это Одной нашей известной Компании Гамбловой Основной подрядчик По производству софта Самый крупный налогоплательщик В стране Вот То есть Эти компании Приносят много денег Я тебе больше того скажу Лас-Вегас Индустрия развлечений Все события Спортивные Самые топовые Вот с точки зрения Боксерских поединков ММА и так далее Они проводятся там Но сейчас Арабы начинают На себя одеяло Перетягивать И выкупают Эти события Но опять же Они за счет чего Монетизировались всегда За счет ставок За счет чего Вообще проводились турниры За счет чего В спорте вообще Деньги есть За счет За счет ставок Когда пришли Нефтяные компании И гемблинг компании Ну спорт поменялся Стал другим Вопрос Лучшего стал Либо нет Я считаю Ставки двигают Соответственно Ставки очень сильно Развивают спорт Наркотики тоже Очень хорошо развивают Спорт где-нибудь в Колумбии Ну хорошо ли Какие наркотики Не знаю Как они развивают Ну типа стероиды Давай мы про что поговорим Стероиды развивают спорт Я согласен Мы вернулись Вот на чем Надо ли Нужна ли регуляция жесткая Вопрос Как ты относишься Вообще к регуляции Вот знаешь Есть такой Бизнесмен талантливый Генри Форд Да Очень известный И очень талантливый Вот я читал Биографию И там Автобиографию Да Он там рассказывал Как он вмешивался В жизни своих подчиненных Тем что он по вечерам Приходил к своим сотрудникам И узнавал Все ли у них нормально дома Почему Потому что скандалы в семье Снижали производительность Поточную на заводе Людей которые Выполняют определенные функции Если они начинают думать о том Что они поссорились с женой У них продуктивность снижается То есть он был вот таким маньяком Например он выпускал Там только черные автомобили Потому что черная краска Сохнет быстрее И он зарабатывал На этом микроденьги Представь Как он залазил В человеческую жизнь И как он вмешивался В их Соответственно Личную жизнь Чтобы тоже повышать Свою производительность Вот таким образом Он преследовал цели И свои бизнес цели Зарабатывать деньги Получается что Он вмешивался Но насколько это оправдано Вот ты бы хотел Чтобы к тебе работодатель Приходил домой И узнавал Как у тебя дела С надеждой Что у тебя там все нормально Ты не ссоришься А если ты ссоришься Значит надо что-то сделать с этим Ну во всей американской культуре Во всем Вот даже В современном менеджменте У тебя на любых Регулярных встречах С сотрудниками Руководитель обязан спросить Как у него дела дома Нормальной компании Обязан Я бы сказал Что это формальность В Америке Это формальность Это как бы Хороший тон На самом деле Им это не интересно Но важно же то Что действительно Ты не хочешь Чтобы тебе никто Не в спальню залазил Правильно Не в карман Ну давай посмотрим Что если государство Как бизнес Какие KPI у каждого государства На самом деле KPI могут быть И социально ориентированные И капиталистически С экономической точки зрения С экономической точки зрения Некоторые государства Например Хотят зарабатывать много денег Но Некоторые государства Хотят Делать их граждан Максимально счастливыми И здоровыми То есть Это разные критерии И по разным государствам К этому относятся То есть Тут да Ну сейчас государства Которые хотят После 21 века Сохраниться В основном В целом На геополитической карте Обычно Два KPI экономических И так Там Gross margin product И ВВП И численность населения Все И даже плевает На типа Условно там Счастье населения В какой-то момент При каком-то росте Ну и какие-то Очень сложно Которые померить Счастье населения Ты знаешь Шведские эти истории Происследования Счастье Они очень сложные Но в основном У государства Которое хочет в целом выжить Сохраниться Как государство Это количество населения И ВВП Чтобы можно было там Обеспечивать свои какие-то Производственные мощности Оборонные мощности И прочее Вот то что ты сам понимаешь Мир не очень спокоен И в основном у государства задача обеспечить рост населения, кстати, не только рождаемость, как ты понимаешь, да, и рост ВВП. Что мешает этому алкоголь, табакокурение, наркомания и какие-то тоже социально расшатанные люди, которые проиграли деньги в гэмблинге. Поэтому они регулируют. Нет, нет, я не согласен. Тут на самом деле более гораздо сложная механика, потому что вот представь себе страну с очень сильным, большим ВВП, но которая не распределяется на людей. Примером таких много, в том числе, например, наша Родина. Что ВВП, экономика по запасам, Россия самая крупная страна, самая большая страна по запасам, с самой большой капитализацией в мире. Полезных ископаемых, недобытых, да, 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 полезных ископаемых. В итоге мы там на каком-то там очень последнем месте по ВВП на душу населения. Не только потому, что мы, у нас много населения. Не так уж у нас и много населения по становлению с нашей территорией. Смысл в том, что социальное напряжение, которое растет, чем более авторитарное государство и социальное напряжение, которое там копится от проблем, оно делает нестабильным эту страну нестабильным. И тот же самый индустрия развлечений, табакокурения, алкоголя, это напряжение так или иначе снижает. То есть людям позволяют делать то, что они хотят. А хотят они развлекаться, расслабляться, тусоваться, объедаться чем угодно, да. И они, социальное напряжение снижается, они живут в кайф. То есть если бы к ним приходили каждый день домой и спрашивали, что они делают, почему они не делают с утра зарядку и не читают книги по вечерам, да, они бы сказали, да я не хочу так жить, я вообще, я либо зам застрелюсь, либо, короче, застрелюсь. Это популярная популистская повестка, но, например, окей, мы можем так делать. Но хотел бы ты жить в Филадельфии, либо в Калифорнии сейчас. Что там сейчас происходит? Да, я знаю, что там происходит. Суперлиберально, легализованные наркотики. Да, я могу сказать, что тут, да, тут. Я бы в 100 милях не хотел от этого что-то сказать. Каких взглядов ты придерживаешься? Я придерживаюсь либертарианства, да, то, что того взгляда, который ставит во главу угла ценности и свободы человека, да, где основная ценность — это свобода, определение, самоопределение, да. Магнитин президент либертарианец, неплохая повестка у него. Я переводил его программу на русский язык, канал выкладывал. У него неплохая повестка, да. Но там указывается, что там есть свобода, капитализм на первом месте. При этом кто не работает, тот не ест, иди нахер. Вот что такое либертарианство. Ну, это справедливость. Ну, для меня, для меня это справедливость. В этом смысле либертарианство, оно, ну, то есть отвечает на вопрос, имеет ли право кто-то решать, что тебе нужно делать, а что не нужно для своего развлечения, да. Если ты наносишь какой-то большой социальный вред окружающим, то, очевидно, это нужно запретить. Согласен. Но если ты распоряжаешься собственной жизнью, собственными ресурсами, кто имеет право решать, правильно это или нет? Если ты сам сидишь и гемблишь на свою зарплату, которую ты заработал, с которой ты заплатил налоги, гемблишь в компании, в которой тоже заплатила налоги твоему государству, что же в этом плохого? Ну, плохо то, что ты гемблишь тем, что ты можешь проиграть в квартиру, машину, семью, но если бы ты в это время катался бы за эти бабки на каком-то горнолыжном курорте дорогом, и получал бы длинный дофамин, гемблина бы не было. И сломал себе бы спину, и пролежал бы на дотациях до конца жизни, став… Ну, это намного меньшая вероятность, чем гемблина. Слушай, вот давай поговорим про вероятности, да, что мы, по сути, ты говоришь, что там, ну, казино, на твой взгляд, оно несет социальный вред. Да. Социальный вред. Хотя, ну, на мой взгляд, это один из способов получать дофамин, который каждый человек распоряжается, как хочет, своей жизнью, да. То есть кто-то говорит, что игры компьютерные несут социальный вред. Вот ты как считаешь, несут они социальный вред или нет? Я считаю, что нет, потому что, ну, например, из последних исследований, даже те же шутеры, они, ну, повышают реакцию, собранность, комплексное мышление, когда ты по карте бежишь, да, где, допустим, бегут враги. Решение других бизнес-задач, ну, связано с улучшением когнитивных способностей в возрасте после подросткового, сильно связано. И если следующее, violence research, никак не связано call of duty с маршрутингом и убийствами, это bullshit. Вот это, да, это дискуссионная тема, и на это до сих пор нету консенсуса в политическом и поле, да, но я тебе скажу, что если человек сидит и играет в компьютер и больше ни хрена ничем не занимается, он же, по сути, подсаживается на дофамин легкий. То же игромания. Игромания, игромания. Поэтому тут же вопрос тогда, что несет социальный вред, конкретный способ развлекаться или маниакальный способ развлекаться? Любые преувеличения, то есть все яд и все лекарства, да. Тогда сделайте у вас казино, что больше тысячи долларов поиграть нельзя. На самом деле же есть механики и самоисключение, есть в некоторых странах ограничения по максимальным ставкам, максимальному обороту. То есть тут опять же, в каких странах есть, ну в Швеции, например, есть максимальные обороты, и в Германии, по-моему, сейчас есть максимальный оборот, который может игрок проезжать. Сколько? Миллион долларов? Нет, ну там что-то вообще маленькая сумма, там из разряда чуть ли не, там, не знаю, 500 долларов ты можешь максимально поставить, по-моему, в течение, там, периода времени. Ну это прикольно, это нормально, тогда тебя... Почему? Почему? Это несет зависимость. Так подожди, тебя зависимость же заносит, не эта история. Вот представь, ты, например, топ-менеджер с зарплатами сотни тысяч долларов. Ты пришел в казино, и тебе говорят, ну ставь... Не мотивирует, нету, да, и все, 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 смысл в том, что зачем тогда тебе играть, ты тогда не будешь играть. Возьми какой-нибудь, тогда, градацию от зарплаты. Или, например, кто-то решил, что, например, горные лыжи, это слишком опасно, и люди там разбиваются, ломаются без спины. Давайте мы теперь будем кататься на трехколесном самокате, и какой-нибудь спортсмен-экстремал говорит, ну, хорошо, я поехал в другую страну тогда жить. То есть такая же история, то есть насколько государство имеет право вмешиваться в то, как ты проводишь свое время. Оно может регулировать это, но вмешиваться... Оно может регулировать, и есть же, есть политический пиар, есть пиар на уровне страны. Да. Страны должны говорить, что гемблинг — это плохо, это ужасно, это опасно. Смотри, почему говорят, помнишь... А страны говорят, что алкоголь — это плохо. Сейчас скажу тебе. Помнишь, была реклама социальная в Москве, антинаркотическая, везде были шприцы и смерть, вот на билбордах прям в Москве ты едешь, и везде наркотики зло убивают. Вот, потом алкоголь тоже, алкоголь там, зарубили рекламу пива на телевизоре, вискаря, сигарет, все, ну, и правильно сделали. Я считаю, что правильно сделали. Вот. Ты думаешь, уменьшилось с тех пор количество? Думаю, да. Я не уверен. Ну, слушай, если ты просто видишь что-то рядом, как бы это, маркетинг, сколько раз касания с брендом, либо с предметом ты получил, тем больше у тебя связь и интерес. Ну, как бренд-эвернесс, да, по аиде, по модели ты идешь, вот. Ты, если знаешь, что есть какой-то наркотик, да, ты вообще, в принципе, можешь подумать, что его можно попробовать. Сейчас распространение информации с учетом глобализма и роста проникновения интернета и, возможно, доступных более средств, оно, наоборот, тебе гораздо больше, проще это делает. Вопрос в том, что реклама, да, она подталкивает людей что-то делать, да. Потому что технологии ушли далеко, далеко дальше, чем регулятор, и РКН не может забанить из сайта, но если, допустим, будут технологии фильтрации глубокого травка, любое слово, сайт, где написано, там, купить плюс наркотик, он просто не будет открываться, и нельзя через VPN будет. Понимаешь, вот я уверен, что это всегда будет гонка оружия и защиты, и всегда это будет паритет, и нельзя будет все запретить. Запрещение всего, это часто несет гораздо больше худшие последствия, чем разрешение, например, легализация легких наркотиков или запрет, да, то есть зачастую тот же самый сухой закон, он привел к разгулу мафии, потому что все начали торговать под полы, бутлегеры начали несанкционно, потеряли налоги, потеряли безопасность, ты хотел бухнуть, ты совершал противоправный акт, и ты подвергался определенному еще и шеймингу и возможности насилия. У регулятора, просто у полиции не было достаточно ресурсов, иначе бы их просто перебили все. Нет, то же самое запрещение там, проституции, что и меньше стало? Нет. Ее стало больше гораздо, чем в 90-х. То есть тут отдельная история, поэтому можем побатлиться отдельно. Тут, да, это история про то, что я считаю, что запретами мы не сможем добиться результатов, но тем, чтобы направить внимание общества в те сферы, где ты можешь получить дофамин более качественным способом, можем. И в этом смысле как раз развитие каких-нибудь спортивных секций, каких-нибудь кружков, каких-нибудь школ, обучающих программ, доступности сделает очень большой шаг в сторону победы любых восточников легкого дофамина, даже прокрастинации перед телевизором, просмотром бесконечного сериала и гейминга. Так у вас тогда работы не будет. Так у вас тогда денег не будет. Почему? Люди, которые захотят получать дофамин, все равно по-быстрому, да, фастфуды, да. Есть люди, которые сознательно же на это идут. То есть, например, есть же люди, которые только фастфудом питаются, им по кайфу. Ну, они умирают в 36, ну ладно. Да, то есть тут это их сознательный выбор. Так же, как и курить и пить. В принципе, люди сознательно на это идут. Но если ты считаешь, что регуляция не выбор, ну, то есть мы говорили про политический пиар, пиар на уровне страны. Силой скорее это не сделать, мне кажется, это невозможно. Вот пиаром, что? Наркотики, ты считаешь, что наркотики плохо? Пиарить то, что наркотики плохо, я бы не стал. Вот пиарить то, что, например, спорт это хорошо, я бы стал. Ну, тогда ребенок не знает, что это плохо, пойдет, Герыча возьмет, человек умрет сразу. Ну, еще раз, если ты говоришь постоянно про наркотики, ты как раз в поле сознания ребенка постоянно этот тезис вводишь. Займись, займи лучше его чем-нибудь более крутым. То есть я в свое время тоже занимался, у меня было очень много доступа к наркотикам. У меня в подъезде наркоман героиновый умер. У меня снизу барыга жил. У меня родители говорили, чувак, наркотики плохо. Даже если ты просто попробуешь, ты умрешь сразу мгновенно. И мне повезло, что не попробовал, потому что я сдал. Я не помню, мне там, по-моему, даже ничего такого не говорили. Мне просто я играл в баскетбол, играл в футбол, потом спортом другим занимался. Я такой, ну, типа, зачем? Я же вот этим занимаюсь. Это ты такой, а если ты берешь среднее население, типа, там, и мы говорим, что любопытство тоже приносит дофамин. Займись, заинтересуй. Ты не знаешь, что ребенок делает в школе с этими ребятами? Ну, я считаю, что запрещение, оно ни к чему не приведет. Оно приведет только к еще большей криминализации. Поэтому, если бы я хотел улучшать качество досуга молодежи и вообще людей, я бы создавал более качественные способы получать этот дофамин. Ну, мы не говорим запрещать. Давай еще раз вернемся. Говорить, что казино опасно, ты можешь проиграть свою жизнь, такие билборды надо вешать? Опять же. Что наркотики опасны, ты можешь просрать свою жизнь. Говорить об алкоголе, что ты можешь просрать свою жизнь? Безусловно надо. Говорить о табакокурении нужно? Нужно, конечно. Доказано, что это может тебя убить. Доказано. Говорить о том, что игры в компьютер могут разрушить твою жизнь, нужно? Самоинственно, тир-2. Потому что алкоголь, курение и наркотики убьют твое тело физически. Гэмблинг разрушит твое финансовое благосостояние. Если ты все туда продашь, ты будешь нервничать, заболеешь. Все равно, что ты курил 10 лет, но ты не курил. Компьютерные игры не заберут твои деньги и, скорее всего, не отравят твое тело. Поэтому тир-2 тоже опасно, тоже надо читать. Я тебе так скажу еще раз, что мании, мании, они разрушают твою жизнь. Но потребление само по себе, оно твою жизнь не разрушает. Например, маниакальные шопоголики или трудоголики, шопоголики остаются без всего. Трудоголики умирают от сердечных приступов. Соответственно, экстремалы, которые адреналином себя накачивают, каждый все время увеличивая риски, тоже не доживают до 50 зачастую. То есть практически любая мания, она приводит к сладчевным последствиям. Но мы же про это не говорим. Мы говорим, что мы лечим мани, но сам по себе какой-то вариант досуга, он не вреден. То есть ты можешь спокойненько играть, получать от этого дофамин и не просрать на этом всю свою жизнь. Но мы должны указывать людям, что злоупотребление данным видом досуга, это плохо. Конечно, злоупотребление, конечно. Как пишется, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Чрезмерное лудомания в онлайн-казино вредит вашему здоровью. Надо написать? Конечно. Так это вообще-то на каждом сайте есть для этого ссылки, где ты можешь мало того, что про это прочитать, ты же можешь себя еще и исключить сам, исключить себя из возможности играть на этом сайте. То есть теоретически для этого созданы регуляторами уже необходимые процедуры, просто которые люди сами же не исполняют. Они сами делают то, что хотят и считают, что они сами решают за свою жизнь, как им стоит себя вести. Ну окей, мы поняли, что гость не до конца дьявол и согласен написать, что будешь играть много в онлайн-казино, разрушив свою жизнь. Давай теперь перейдем непосредственно к казино, к играм, как это устроено у вас. Смотри, если мы говорим про iGaming весь, онлайн-гэмблинг, казино, ставки, букмекерки, какие-то игры. Какие вообще есть типы онлайн-гэмблинга, как назвать правильно? Ну я бы их разделил на две части. Наверное, там, где есть элемент, случайный фактор, да, и то, где все определяется случайным фактором. То есть, наверное, игры, в которых есть определенный какой-то контроль процесса, есть, где ты вообще ничего не решаешь. Ну есть где-то, где иллюзия контроля, да, например, имеется. Вот если мы говорим про качественный досуг, да, то, наверное, более качественным досугом считаются те игры, в которых ты как-то вмешиваешься в происходящее, и таким образом ты можешь за счет своих скиллов увеличить шанс на выигры. Какие игры такие? Ну, покер, например, да, где ты, по сути, получаешь случайный набор карт, карт, и за счет своих каких-то аналитических, психологических уловок своего поведения ты можешь там кого-то обыграть, да. На вероятность выигрыша можешь влиять. А не 100% напрямую, потому что есть случайный элемент. Да. Там 50 на 50 примерно распределяется вероятность. Ну нет, по-разному. Ну, профессиональный игрок всегда, ну, на дистанции будет выигрывать новичка за счет каких-то своих знаний, но, конечно, по теории вероятности новичку, по теории больших чисел, новичку тоже может выпадать каждый раз на руки высшей комбинации флеш-рояля, он будет выигрывать, да, то есть такая тоже ситуация может быть. На дистанции это как бы разница, боль ощущается, поэтому в одной раздаче он может проигрывать или в 2, 3, 4 раздачи, но постепенно на дистанции за счет своих скиллов он выигрывает. Тут можно сказать, на самом деле, что это относится вообще к любому даже спорту, где есть случайный факт, например, олимпийские игры, да, то есть жеребьевка, которая подразумевает, что случайным образом распределятся участники соревнований по парам, например, в каком-нибудь соревновательном личном зачете, там, теннис, там, или, там, не знаю, фехтование, бокс, ты можешь, например, в первом круге попасть на чемпиона мира, да, а человек, которого ты выигрывал в предыдущих соревнованиях, да, дойдет до финала просто потому, что ему повезло не попасть с сильным соперником. Какие-то новые встанут, условно, да. Да, и получается, что случайный фактор, на самом деле, присутствует практически во всех элементах жизнедеятельности, в карьере, в бизнесе, практически везде мы лудоманим, да, и когда кто-то там выигрывает, да, становится, там, крупную компанию построил, какую-то, там, не знаю, выиграл партию во что-то, да, зачастую это определяется везением, вот, которое мы всегда недооцениваем, то есть мы думаем, что это все по причине суперталантов человека, на самом деле случайный фактор, он всегда заложен в любые предпринимательские инициативы и в рабочие. Ну да. Часто книги по бизнесу начинаются с фраз учредителю, что мне помог случай. Ну вот, например, Илон Маск тоже, безусловно, гениальный чувак, но ему просто выпала карта родиться в богатой семье в том числе, потому что его папа владел шахтами в Африке. Тут история. Ну у меня у папы не было шахт в Африке, я думаю, у тебя тоже, да. Ты знаешь, шутка про то, что, короче, ты начнешь свой стартап в гараже, вот, и у Стива Джобс, как Стив Джобс, но у них гараж был там в Лос-Анджелесе, по-моему, или в Калифорнии, да, а твой гараж будет где-нибудь в Жевске, там, в маленьком поселке. Не отапливаться. Да, да. Мы люди, как бы, ну, идеалистически, да, они настроены на то, чтобы поддерживать старания, трудолюбие и какие-то такие усилия, которые могут привести к успеху и не обесценивать эти, да, действия. Но фактически жизнь нам показывает, что очень часто добиваются успеха недостойные люди, некомпетентные занимают посты и так далее, да, это случайный фактор. Просто если ты скажешь, ребят, не напрягайтесь, все будет случайно, тогда люди перестанут... И напрягаться не будут. Не будут напрягаться и будет действительно случайным фактором распределения это, и тогда прогресс будет гораздо медленнее двигаться. Поэтому идеалистически всегда поддерживаются начинания, образования, трудолюбие, но... Это правильно, мне кажется. Да, это правильно, но всегда мы должны, как взрослые люди, которые понимают эту систему, мы должны понимать, что как бы ты ни старался, чисто статистически, и может так получиться, что тебе не повезет 10 бизнесов из 10. Вот, и ты будешь чуваком, который все критикует на кухне, но при этом не будешь менее талантливым и менее умным, чем человек, который построил корпорацию. Ему просто фартануло в лифте встретить парня, который услышал, о чем он разговаривает. Таких ситуаций много. Мне это надо, и самый большой контракт его жизни он просто получил вот так. Таких ситуаций очень много, да. И многие бизнесмены как раз такие случайные события описывают. Просто задача, мне кажется, любого человека, который стремится к успеху, повышать вот эти ситуации, количество этих ситуаций, в которых есть случайное распределение, в которых есть возможность получить шанс, который он может реализовать. Кстати, это полезно. Как это можно сделать? Я где-то читал вот про этот кейс. Как можно увеличивать количество? Не отказываться от возможности встречаться, общаться, пробовать, начинать. И каждый раз ты вот снижаешь эту дисперсию, да, когда тебе в одну сторону повезло очень сильно или в другую не очень, очень не повезло. То есть в этом смысле количество попыток, оно увеличивает твой success rate. В одном из прошлых подкастов мы с Алексеем Марковым из «Хулиномики» обсуждали эту историю про счастливые случаи, счастливые шансы, как повысить шанс их появления в твоей жизни тоже, не отказываться от возможностей и пришли к тому, что у каждого человека раз в год есть какой-то счастливый шанс сильно вырасти в карьере, по деньгам, по семье, найти жену либо мужа, но ты должен быть готов, у тебя должен быть капитал, у тебя должны быть знания, либо ты должен говорить на каком-то языке, чтобы встретить этого человека. Ты видишь крутого инвестора, но ты по-английски не говоришь. Да, более того, что человек такое создание, которое учится, и свой негативный опыт, как и положительный опыт, он тащит с собой дальше всю жизнь. И часто бывает такое, что шансы у нас предоставляются раз в год каждый раз, но мы, имея негативный багаж опыта, мы проецируем свой негативный опыт на следующие свои попытки и нивелируем этим возможность свою преуспеть. То есть мы такие думаем, ага, у меня три раза не получилось, четвертый точно не получится, это не про меня. А человек, который не имеет такого негативного опыта, он пробует, у него получается. Более того, я тебе скажу, что бизнесмены, серийные предприниматели и успешные люди, они гораздо менее рационально подходят к выбору инвестиций и к каким-то бизнес-начинаниям, потому что они уже одурачены случайностью. Есть такая книга у Носима Толеба, очень крутая про трейдинг, одурачены случайностью. То есть рядом с событий, которые принесли им успех, они думают, что у них есть какое-то чутье, они слишком переоценивают свои возможности, когнитивные навыки и полагаются зачастую на вещи, которые не стоят полагаться и таким образом рискуют больше гораздо. И часто это приводит как раз к тому, что трейдеры сгорают полностью, максимально все отдают. Можно краху привести просто. Краху, предприниматели, ученые тоже этому подвержены, которые всегда у них чутье было, они классные открытия совершали, потом попадали в ловушку собственного разума и в итоге их ученое сообщество дискредитировало полностью. То есть такое часто бывает. И в этом смысле мы все заложники вот этой работы нашего мозга, который пытается объединить все в какой-то ряд последовательных либо удач, либо неудач. И люди, которые имеют успешный кейс, они больше рискуют, больше, соответственно, доверяют какой-то чуйке. И вот почему в казино люди много часто проигрывают, потому что они, выиграв несколько раз подряд, например, они думают, что все, теперь меня фартит. Прет, да? Да, прет, и я сейчас еще поставлю, еще выиграю. Прикольно. Это вот часть такая ритуального поведения, да, так скажем, которая была выявлена таким ученым-скиннером, психологом. Он ставил такой эксперимент, называется «Голуби-скиннера», можно про это прочитать. Когда он запирал «Голубей» в два отдельных бокса и следил за ними, случайным образом выдавая им еду. Голуби, соответственно, просто топтались, как-то махали крыльями, что-то там, кивали головами. И когда получали еду, они пытались проводить причинно-следственные связи между своими действиями и тем, что им дали еду. И у них создавались ложные корреляции, ложные причинно-следственные связи. Они видели, например, что им дали еду после того, как они махали крыльями. И в какой-то момент они начинали махать крыльями, им опять давали случайным образом еду. Они думали, ну все, мы подтвердили то, что нам дают еду тем, что мы машем крыльями. И в одном боксе голуби только махали крыльями, в другом только там виляли хвостом. И получалось, что они вот так же, как и люди, создают приметы, как они создают себе вот эти ложные корреляции, ложные причинно-следственные связи. Они создавали для себя. И мы все заложники вот этой вот бага, этого мозга. Я знаешь, что слышал? В игровых автоматах чуваки какие-то терли углы этого гоминатора, потому что им... Вот мне друг рассказывал, который часто там сидел когда-то в юности, просто сидел, смотрел на это, говорит, а не углы там, труд как ритуал. Да, это совсем трэш. Ну, кто-то, знаешь, в обычной человеческой жизни там кто-то видит добрые знаки, кто-то замечает какие-то цифры положительные, нумерология. Это вот все про вот это. У нас есть подкаст про нумерологию и GPT-чат. Когда GPT-чат делает тотальные карты, ну, людям нравится, им это улучшает жизнь. Да, ну, тут вопрос, да. Вот опять же, да, люди имеют право дуриться, как они хотят. Наверное, да. Да, видишь, просто, наверное, для меня, как бы, у меня слишком рациональное мышление. Ну, в данном случае, вот, ну, то есть люди, заложники собственных багов мозга, которые тоже эволюционно создавались и, получается, ищут закономерности там, где их нет. Чтобы преуспеть, ты должен искать закономерности. Ты знаешь, что вот здесь вот там растет там хорошие фрукты, надо приходить сюда в определенное время, ты эволюционно этот навык получаешь. Также вот в развлечениях мы тоже приучиваем себя каким-то ритуалам. Кто-то там считает, что вот эти автоматы дающие, кто-то считает, что надо ставить на вот эти числа, кто-то считает, что в какой-то раздаче им дают вот этот вот дилер, да, он счастливая рука, легкая рука. И вот все игровые, как бы, дисциплины, они овеяны вот именно такими заблуждениями, которые человек сам себе создает. Так работает его мозг, так работает наш мозг. Мы всегда, как бы, это иррационально, но в то же время это очень свойственно человеку. Человеку очень сложно критически мыслить. То есть человек всегда готов обманываться и заблуждаться. То есть ему это гораздо проще делать, чем постоянно критически мыслить. — Давай, давай пойдем дальше по типам игр. Вот есть игры, где ты влияешь, как-то это покер, да, в основном? — Да, покер, но, да, есть, которые имеют случайный фактор, есть скиллой. 21, есть эти нарды, нарды, например, ну, тоже игра, да, то есть есть вариации, есть. Соответственно, есть игры, где ты вообще не принимаешь, ну, есть рулетка, да. Ты, по сути, ни на что не влияешь, кроме выбора цифр. — Иллюзия есть, да? — Но у тебя есть иллюзия контроля, что ты выбираешь числа, и ты почему-то думаешь, что вот эти числа выпадут, вот. В рулетку любят вот всякие играть люди, которые подвержены вот мистическим каким-то мышлением. Они ставят на определенные числа, они видят какие-то последовательности. Вот, мы не берем в расчет, что в рулетках бывает и бывало раньше история, когда был не случайный фактор, потому что были перевесы, колесо крутилось по-другому, шарик падал по-другому. — И кто-то отслеживал, типа, это опытный игрок и понимал, что вот в эту сторону чаще будет… — Да-да-да, перекоска колеса, соответственно, разбалансировка. То есть, по сути, физический мир, он тоже не случайен в окружающей нас, да? То есть, например, кости не идеально огранены, колесо не идеально сбалансировано. Соответственно, дилер тоже человек, который по определенному образу раздает карты. И там случайный фактор может искажаться, вот. И поэтому сейчас, да, многие игры, как бы, вот они автоматически рассчитывают этот случайный фактор, а в физическом казино тоже применяются такие перебалансировки, там, колеса постоянные, да? То есть, люди считали вот эти комбинации, что выпадало, и начинали ставить на определенные числа. Таким образом, у них была иллюзия контроля. Есть игры, где ты вообще ни на что не влияешь, типа слотов. — Слоты — это как игровые аппараты, где барабан вот эти, там, бананчики, сель. — Да, однорукий бандит. Я могу сказать, что это самый популярный, как бы, игровой механизм вообще в мире. И люди очень с удовольствием это играют, им вообще не приходится думать. Они нажимают одну кнопку практически. — Испытывают удачу после нажатия. — Да, испытывают удачу, получают, там, вот эти вот эмоции. И это, в общем-то, и говорит о цели геймлинга, да? Люди не хотят заморачиваться, люди не хотят думать. Они приходят развлекаться. Нажимайте одну кнопку, тут не надо ничего думать, да? — Я видел, некоторые на автомат просто ставят. Прокрути мне этих 10 спинок. — Да-да-да, они ставят автоспин, да. Некоторые делают, там, 4 экрана, и 4 экрана крутят им эти спины, да? То есть по факту кажется, что ты вообще тогда ничего не делаешь. Зачем ты вообще нужен, да? То есть, ну вот, они испытывают такие эмоции, что вдруг повезет, случайным образом что-то выпадет. Таким образом, это как раз говорит о том, что люди не хотят напрягаться. Они приходят расслабиться, отдохнуть, получить какие-то эмоции. И в этом смысле даже для кого-то, как игра в рулетку, это лишние действия. Они не хотят даже ставить, выбирать числа. — То есть настолько просто хотят дофаминчиком подпитаться. — Да-да-да. — А какие еще есть игры в казино? Вот эти слоты разные, самый дизайн, там сеттинг разный. Это Египет, это букву фрака, как везде ведет. — Да-да-да, слоты, да, с разными механиками. Но самая популярная игра — это слоты. Потом есть популярный лайв-казино, это вот что касается рулеток, карт, вот Blackjack, покер. Соответственно, там зачастую играют более виповые игроки, они такой более качественный дофамин хотят получить. Они играют и на большие суммы, и более качественно проводят досуг. Там обычно девушка в лайве живая раздает карты, они как бы больше такого вовлечения получают. Соответственно... — Камера в казино, в реальной смысл. — Да-да-да. — И ты можешь поставить ставку и в чате написать, что-то. — Да. — Есть сейчас новая плеяда игр, такая Skill Games. Это игры, в которых ты, по идее, можешь принимать участие в распределении выигрыша за счет своих каких-то навыков. Соответственно, там тоже есть элемент случайности. Например, сейчас уже даже есть такие игры, где ты летаешь самолетиком, как вы знаете... — Crash Games вот эти, да? — Нет, нет, немножко другая игра. Вот ты летаешь самолетиком, стреляешь в этих... — Инопланетян как-то? — Да-да-да. Летаешь, но получается появление этих инопланетян... Ты там больших убиваешь, тебе много очков дают. Маленьких — малочков. Ну то есть... Но их появление, оно тоже, скорее всего, заложено случайным механизмом. То есть ты даже при идеальном выполнении своих задач не сможешь выиграть больше, чем этот запрограммирован автомат. Вот самая популярная сейчас последних времен игра — это Crash Games. Называется «Авиатор». И все схожие с ней игры. Это игра, в которой ты должен предсказать, на каком моменте самолет упадет. Соответственно, ставишь ставку и смотришь за тем, как он пролетит. На самом деле классная механика. Я разбирал, как на этом зарабатывается. Это очень интересно. Так это же та же рулетка, какое число выпадет от 1 до 16, не знаю. Ну, не совсем так. Но я не знаю, как точно работает этот механизм. Я только математически предположил, как это может работать. То есть ты, по факту, делая случайный фактор, ты тоже рискуешь тем, что у тебя получается, что кто-то может тебя очень сильно выиграть. То есть тебе надо всегда маржу закладывать определенно. То есть тебе надо анализировать ставки, которые сделаны, добавлять свою маржу и делать так, что ты бы потерял не больше, чем ты заработаешь. Ну, короче, как букмекер, который, принимая ставки, все равно должен зарабатывать. То есть тут какая есть интересная особенность, что у людей возникает иллюзия контроля. Они начинают проводить аналогии с какими-то предыдущими запусками этого самолетика. Создают какие-то свои собственные схемы, как это должно работать. И, в общем-то... И оно все не работает. И, в общем-то, точно так же обманываются больше, чем в других играх, где, в общем-то, они уже привыкли обманываться, но обманывались по-другому. То есть это, по сути, да, та же самая иллюзия контроля. И я думаю, что развитие индустрии, вот вообще игровой, да, оно будет двигаться в такую сторону, чтобы давать людям гораздо больше иллюзий контроля, которые будут, соответственно, еще больше вовлекаться в процесс, участвовать в нем, думая, обдумывая стратегии, подходы. И таким образом они будут гораздо больше играть. Более аддиктивная штука, кстати. Потому что ты и есть иллюзия контроля. У меня есть товарищ, который заливает трафик на казино. Он мне скинул игру. Говорит, смотри, поиграй. И она называется как проуток игра. Ты знаешь, что игру какая-то свежая игра. Как помнишь, раньше на Дэнди был, из пистолета стоял по этим уткам, то же самое. Он мне скинул свой сайт, она прямо вставлена, можно бесплатно поиграть попробовать. Я нажал, и вот эти утки взлетают, я там пробел, типа, фигач, о, попал, о, попал. А потом как-то, ну, жму пробел, как бы не попал. И вроде попадаю. Я вам пишу, типа, бро, а как, типа, попадать? Он говорит, никак, это полный автомат, ты ничего не контролируешь. Говорит, нахера я пробел, жал? Чем больше у тебя, как бы, контроля, тем больше ты, возможно, ну, вот в покере, например, да, люди же очень много играют, очень долго у них LTV огромные, там, годы играют, десятилетия люди играют. То есть в этом смысле. Во что играют? В покер. В покер. Ну, в покер, в подобные игры, в которых ты принимаешь участие, ты можешь там учиться, вовлекаться и так далее. Довольно интеллектуальная вещь, кстати, в покер. Ну, да. Надо считать, психологию знать, чувствовать противников. Ну, да. Ну, да. Знаешь, давай про что поговорим? Про игроков еще. Какая нация самая гемблищая? Кто больше всего играет? Думаю, ты во многих гео знаешь. Да, ну, тут как сказать? Есть вообще по континентам разделение, и для тебя это будет. Вот давай, знаешь, как, откуда пойдем? Вот ты спорт ставки не очень, да, в них как бы разбираешься, я слышал. Не шарю, да, вообще. Ну, вот самый популярный вид спорта, на который ставят ставки. Скорее всего, это какой-то вопрос с подвохом, это должен быть не футбол. Нет, 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 это футбол. А второе место? Теннис? Нет. Гандбол? Нет. Баскетбол? Нет. Хоккей? Нет. Вопрос с подвохом, потому что это скачки. Самый большой рынок после футбола это скачки. Вот, но видишь, в него играют определенные регионы с определенной спецификой. Азиаты, Старый Свет и отчасти арабы. И вот там. У меня, допустим, в Буэнос-Аресе есть два ипподрома, на которых можно поставить ставки. Прям реальные лошади бегут. Ну, представь, все началось со скачек, вот эти ставки на скачки. И все началось оттуда, можно сказать. И это до сих пор второй по популярности вид спорта в ставках. Но он не во всех регионах развит. В разных регионах по-разному относятся к ставкам. Если в Старом Свете это встроено в культуру, то есть пойти в бар, посмотреть футбол, поставить ставки в конторе, это для них один из способов провести досуг и в любых возрастов, и любых поколений, то в других странах это зачастую способ попытать удачу, рискнуть всем, обогатиться. То есть это как бы такой прыжок веры или как лотерея. Вот кто самый, кто рискует всем такие отвязные? Ну, наверное, китайцы. Это самые хайроллеры, наверное, там и бабок много. Да, китайцы, это вообще сумасшедшие люди в плане ставок, хотя у них это запрещено, но они ходят. Но этот рынок я вообще не знаю, и он ни на виду, ни на слуху, и он очень закрыт, как, в общем-то, Китай. Из казино, казино не принимают китайских игроков, которые... Там специфика совершенно другая, там по-другому выглядят коэффициенты, там по-другому популярность игр, там сильно это запрещенный регион, там и вообще войти в эту индустрию там очень сложно, почему? Потому что там своя специфика платежки. Крипто-казино, наверное, там работает. Крипто-казино тоже, да, работает. Но в Китае же и крипта запрещена по большому счету. Ну, так-то. Да, да. То есть китайцы, наверное, это самая играющая нация и самая выгодная, но она не близка европейским, как бы, игрокам, поэтому про Китай мало. Топ-два. Ну, Азия, ну, вот Азия, да. Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Хорошо играет, опять же, Япония, Корея тоже очень много играют. Старый свет, ну, просто у них эта индустрия. США, но сейчас у них это только развивается, онлайн гемблинг, и сейчас лицензии начинают прорабатываться, и в некоторых уже юрисдикциях это становится легальным, и как бы там очень-очень крупные игроки сидят, и бюджеты совершенно другие. То есть в США это сейчас очень сильно развивается, потому что получается, что рынок формируется за счет вот серых игроков, и регулирующие органы, и вообще, как бы, компании понимают, что они упускают сейчас момент, когда можно на этом неплохо зарабатывать, и они, возможно, даже сами лоббируют законы для того, чтобы это легализовать, потому что они хотят захватить этот рынок, то есть контролировать его, потому что сейчас из стран СНГ продукты выходят на мировую арену и технологически, и качественно превосходят продукты, которые создаются даже корпорациями американскими, английскими. Прикольно. Смотри, если взять, например, Геороссию, по-любому есть данные по рынку, сколько средний заядлый игрок проигрывает в месяц? Ну, я тебе могу сказать, что тут такая же история абсолютно, как во многих индустриях, что средний игрок это эфемерная сущность, рынок состоит из огромного количества игроков, которые практически ничего не проигрывают, и игроков, которые проигрывают очень много. То есть средний игрок, например, будет проигрывать в 10 раз больше, чем медианный. Игрок, такой самый часто встречающийся игрок, так скажем, он проигрывает каких-то пару тысяч в месяц, а хай-роллеры проигрывают сотни тысяч и миллионы в месяц, за этого средний проигрывает 30 тысяч в месяц. Я понял. Есть статистика открытая у компании Цупис, сейчас это Яцубс называется компания, которая говорит о том, какие ставки ставят игроки, как часто, как много. Мы смотрели, что в российском букмекерстве вот в 2020 год это было порядка такого среднего плотного игрока, который постоянно играет, это порядка 50-70 тысяч было, он проигрывал в месяц. Офигеть, это очень много. Да, это очень много. Но это вот тот, кто может себе позволить постоянно регулярно играть. Но за счет получается хай-роллеров рынок постоянно развивается и ты знаешь, как история про алкоголь и про то, что там 10% населения США выпивает 50% алкоголя есть такая статистика. Есть, да? Да. И вообще практически во всех индустриях развлечений хай-роллеры они практически приносят все деньги этой индустрии. Дофаминовые маньяки, да? Маньяки, да. Ну, для них это единственный возможный способ получения удовольствия и они могут себе это позволить и даже подумай, там, коллекционирование, да, есть маньяки, которые там все коллекционируют, скупают, там, бешеные деньги за редкую какую-то вещь выкупают и так далее. И драгоценности, и предметы роскоши, то же самое. То есть те, кто готов платить любые деньги за какое-то удовольствие, они очень сильно задирают ставку для всех остальных. Понятно. и поэтому в индустрии гэмблинга тоже практически, ну, мало приносят денег экстреннестатистический игрок, а за счет хайроллеров, как бы, индустрия очень сильно развивается. Вопрос такой, в твоих казино, которыми ты управлял, сколько максимум проигрывал игрок единоразово либо в месяц? За оборот, какой он совершал, да, проигрывал, да, ну, это до миллиона долларов люди проигрывали там в течение нескольких месяцев. Неплохо так, неплохо. Хороший заработок для казино. Какая самая была трэшовая история с игроками, ты помнишь? Какой-то трэш, который прям происходил, либо угарная просто история. Ну, я рассказывал историю, да, про то, что ловушки, которые нам создает мозг наш, они работают в две стороны, да, и казино часто думают, что есть какие-то игроки, которые их обманывают, да, и есть игроки, которые думают, что их казино обманывает, то есть, если игрок поиграл там сто раз подряд, статистически, он думает, ну, меня точно обманули, вот, а если он выиграл сто раз подряд, казино думает, ну, он точно нас обманул, хотя и те, и те, по сути, работают по алгоритмам, которые случайным фактором руководствуются, да, то есть, тут история про то, что всегда игрок будет думать, что он недополучил, всегда казино будет думать, тоже, что его там, что-то там подкрутили. Перевыдало. Да, перевыдало, там нагретые автоматы, там это нельзя. Есть даже такой элемент иллюзии контроля, говорят, вот это нагретый автомат, то есть типа автомат, который много-много получил денег, но еще пока не выдал, и значит надо в него играть. Но на самом деле с одного игрока он получил много, а с других игроков он получил по 100 рублей. Мало, наоборот, выдал, да, то есть он уже, то есть в этом конкретном, с этим и конкретным игроком он ничего не будет выдавать. То есть, например, кто-то забрал, допустим, 100 тысяч рублей, ты сидишь, смотришь, люди по 100 рублей, там, 50 человек подошли, 5 тысяч, да, то есть скорее всего вряд ли он скоро отдаст, либо это даже так не работает. Это так сложно очень предсказать, это практически не работает. Мы уже начинаем попадать в эту ловушку. Да, 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 люди, вообще, вот мозг очень, нас с нами играет злую шутку, вот когда мы, например, в казино играем красное-черное, да, если предложить человеку, например, выбрать последовательность правильную, как должны выпадать красное-черное, он будет всегда писать так, чтобы это будет не похоже на случайное распределение. Он будет писать, например, там, красное-черное, красное-красное, черное-черное, он будет постоянно в голове у себя уравновешивать шансы выпадения того и другого, и у него будет последовательность такая, более, знаешь, гладкая. Да, да, да. А на самом деле же в жизни происходит совершенно не так, и зачастую происходит так, что у тебя там 10 раз черное выпадет, просто, ну, статистически. Я потом расскажу историю 8 раз красное в казино, реально. Вот. Нас чуть не выгнали. Да, как раз люди попадают в эту ловушку, они думают, что если сейчас выпало вот столько, значит, сейчас выпадет вот столько, у них появляются какие-то вот эти ложные корреляции, и это как и в плохо, и хорошо может работать для человека, но как бы людей это сильно эмоционирует, выталкивает на эмоции, они думают, что их обманывают специально, что-то, кто-то думает, что дилер специально им подсовывает карты, орут там, ёбаный рот этого казино. Да, 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 да. Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука? Чтобы это сделать? Мы поставим это точно. Потому что какая самая трэшовая история была? Ну, трэшовая история, наверное, это про то, что, ну, как бы я напрямую с игроками никогда не общаюсь, да, я скорее слежу за общими статистическими показателями в индустрии, и знаю там серьёзные выносы, когда там человек поставил там ставку, там, пару долларов, там, выиграл там сотни тысяч или до миллиона долларов, да, например, но история про то, что, ну, и в ставках такое тоже, да, возможно, там, есть ограничения по максимальным, по минимальным ставкам, как риск-менеджмент, но история, когда люди собирали, например, из 50, там, копеек экспресса, там, из 30 событий, и в итоге выигрывали, там, миллион, там, ну, такое бывает, в общем-то, как и в лотерею люди некоторые побеждают, да, то есть в этом смысле истории такие случаются, они так же часто случаются, как и колоссальные проигрыши, да, да, ну, миллион долларов, как-то тот чувак следил, но кто-то выиграл, он считает, что да, классно, мне повезло, а тот, кто проиграл, нет, всё несправедливо ко мне, жизнь. Какая самая грустная история, которую ты знаешь, связана с казино, с вашим либо не с вашим? Грустная, я не знаю грустных историй, на самом деле, я отношусь к этому как к источнику получения какого-то, наверное, удовольствия, вот, если человек перешёл какие-то свои границы в этом процессе, то, наверное, она грустная для него, вот, может быть и не грустная для него. Ну, ты не знаешь личные истории. Да, кто-то проигрывает, но у меня есть друзья, которые проигрывали и выигрывали, но я не могу сказать, что это грустная история, знаешь, люди в бизнесах теряют гораздо больше денег зачастую, чем в казино, мне кажется, редко проигрывают люди очень много денег. У тебя кто-то из близких всаживал все деньги в казино до последнего? Ну, в молодости мои друзья часто играли в автоматы и в студенчестве, им нечего было есть, они как бы перебивались там с хлеба на воду. Ну да, пельмени самые дешёвые, по 47 рублей за килограмм, стандартная еда в те времена была. Ну, так, чтобы квартиру, машину всё всадили. Так и не было возможности. У меня, знаешь, у меня была история такая грустная, когда один знакомый человек трейдингом занимался, и он повесился после того, как он большие деньги проиграл. То есть тут можно сказать, что любое твое увлечение, доведённое до какого-то маниакального процесса, оно может привести к плачевным последствиям. Здесь ты не думаешь о риск-менеджменте ещё? Ты всегда должен о нём думать, во всех своих аспектах жизни, я считаю. В спорте, когда ты там, например, совершаешь тысячный прыжок на парашюте, да, и когда у тебя семья там, где ты единственный кормилиц? Я прыгал с парашютом, я не раскрылся парашютом. Серьёзно? Да. Офигеть здесь, что произошло? Ничего, я думал дёргать за паску, а в результате я смог распутать стропы. Оставалось где-то около 7 секунд на земле, когда раскрылась. Это крутое. Очковая штука. Я всё хочу второй раз прыгнуть, но один раз прыгал. Думаю, тут красиво по идее. Да, я прыгал с десантом, с до 6 прыгал. Но он сам должен раскрыться. Там была история, которую мы не будем говорить на камеру, почему он не должен был раскрыться сам. Вот. И прикол в том, что я хочу второй раз прыгнуть, но второй прыжок самый страшный. В Дубае прыгни, тут же над пальмами можно классно полетать, оно очень красиво. О, прикольный вопрос. Сколько зарабатывает казино? Онлайн-казино? Ну, в зависимости от его размера. Много зарабатывает? Ну, больше 100 миллионов долларов в месяц, миллиард долларов. Смотря, тут нельзя так сказать. Те, которыми ты управлял. Сколько зарабатывает любой ларёк? Да, он всегда по-разному. Да. Магазин вернее. Вот там, где ты управлял казино, сколько оно зарабатывало в месяц? Порядок. Это миллион долларов, два, больше десяти? Миллионы, десятки миллионов долларов. В месяц? Да. Угу. Прикольно. Чистая прибыль. Да, чистая прибыль. Нефигово так. Ну, я могу сказать, что бизнес очень сложный и рискованный во всех смыслах. И он очень маржинальный. И можно сказать, что если посмотреть на компании, которые торгуются на биржах даже, они прирастают и в количестве клиентов, и в количестве прибыли. Вот, по-моему, за 2022 год стейк, там, чуть ли не в два раза базу увеличил своих игроков. То есть рост достаточно большой, опережающий даже технологические компании по прибыли, по росту, по скорости. То есть индустрия развивается очень в последнее время. Это круто. Так, значит, сколько стоит тогда открыть казино? Я хочу своё казино. Ну, вопрос, сколько ты с него хочешь получать. 10 миллионов долларов в месяц. Как? Вот. Поглашу тебя на работу как управляющего. Вложим бабок и будем 10 миллионов долларов в месяц зарабатывать. Я буду гореть в аду, но это 10 миллионов долларов. Окей. Сколько мне надо инвестировать денег, чтобы открыть своё онлайн-казино? Ну, чтобы 10 миллионов долларов зарабатывать, нужно вкладывать 100 миллионов долларов. А на какой период? Сразу? В первый месяц? Нет. Ну, у тебя же игрок, он как бы проигрывает не сразу деньги, он играет. Себе нужно его удерживать. Тебе нужно его стимулировать. Тебе нужно его привлечь изначально. Это история про взаимоотношения с твоими пользователями, про удержание, про повышение среднего чека, продажи и так далее. Это процесс. Понятно. Давай упростим. Миллион долларов хочу на своём казино зарабатывать в месяц. Вложить надо примерно 10, в 10 раз меньше. Нет. Нет. Надо вложить больше. Это не факт, что ты сможешь столько зарабатывать. Это будет зависеть от твоей стратегии, как ты сможешь построить эту компанию, чтобы она генерировала тебе достаточно денег и не тратились эти деньги на твою операционку. То есть нельзя сказать, что, например, казино, которое будет приносить тебе 100 тысяч долларов, достаточно просто построить. А вот казино, которое будет приносить 10 миллионов долларов, совершенно не факт, что ты вообще построить сможешь. Так агентство реклама, которое приносит тебе миллион рублей хотя бы в месяц, которое приносит 10 миллионов рублей, это космос против муравья. Колоссально. Вот именно. То же самое, да? Здесь тоже самое. Я думал, там другие порядки. Вот 100 миллионов долларов – это типа большое казино в месяц. А 10, я думал, это такое не очень большое. Нет. 10 миллионов долларов – это тоже достаточно большой продукт. Я думаю, что меньше 10% столько зарабатывает именно из СНГ. Из СНГ. Про мир не могу сказать. В мире другие чеки, в США, я думаю, что там любой казино столько зарабатывает. А если это мы говорим, что если мы будем нацеливаться на российских игроков? Ну, на российских. Тоже история про российские игроки. Это нелегальный рынок. И тоже постоянные… Постоянные. Там будут свои проблемы с платежкой и прочим. Постоянные проблемы. Совершенно не факт, что ты сможешь выйти на такой доход, потому что утонешь в операционке. Мне кажется, есть риск просто сесть раньше. Такое тоже. Тоже бывает. Окей. Как вы конкурируете вот казино, да? Как я понимаю. Давай я очень тупо скажу. Есть какой-то разработчик игр, который лицензированный, который можно легально к себе загрузить. Там буквы фра, какие-то там еще эти обезьяны. Проматик плей, GT. Да. Я беру, делаю сайт казино. Ну, там, понятно, какой-то бэкэнд. Вставляю туда эти игры. Ты берешь то же самое дело. Те же самые игры. Ну, а как нам конкурировать? Как вы конкурируете? Игры одни и те же. Ты же не можешь написать свою игру, уникальную лицензировать ее и у себя выставлять. Потому что, наверное, очень дорого будет. Можешь. Нет, тоже можешь. Но да, это достаточно дорого. Производитель игр. Ну, можно сравнить казино с интернет-магазином или с кинотеатром. Это, по сути, онлайн сервис, который позволяет тебе потреблять игровой контент. Витрина? Ну, да, витрина. Ну, интернет-магазин виртуальных развлечений. То есть ты платишь за сервис казино и его маржу. Казино, как продукт, это сайт, да, с классификатором, с папками, с какими-то бонусами, чеками там, с акциями, которые ты, пополняя казино, ты отдаешь эти деньги потом провайдером игр. Соответственно, то, как ты управляешь этим контентом на сайте и то, как ты взаимодействуешь со своими пользователями и будет определять успешность твоего бизнеса. Если у тебя красивое казино, удобное, понятное, быстродействующее и придумывает интересные всякие акции, тогда игроки будут охотнее играть в твое казино, чем в чье-то другое, даже если там такие же игры. А в сервисе, где ты будет криво, косо, баги, проблемы с отображением, что-нибудь долго грузится, ты не захочешь этим пользоваться. Так там же вопрос, в основном все подгружается, эта игра подгружается со стороннего сервера. Игра подгружается со стороннего сервера, но все остальное погружается на твоей стороне. Вот как интернет-магазины. Есть удобные, есть понятные, есть интересные интернет-магазины, есть с кэшбэками, а есть неудобные кривые косые, которых не хочется. Ну и там, и там iPhone 15 продается. Абсолютно. И ты покупаешь зачастую, где-то ты экономишь сотни рублей и покупаешь самым дешевым, но ты не уверен насчет доставки, насчет сервиса, насчет качества, ты всегда в чем-то не уверен. Придет ли он вообще? Да. Где-то тебе дают кэшбэки, баллы, дополнительные аксессуары продают. То есть там есть всякие фишечки, которыми тебя и удерживают. Прикольно. То есть получается вопрос в маркетинге и клиентском сервисе. Скрипты у всех одинаковые. Я бы сказал, что клиентский сервис как раз, я считаю, что сейчас есть тенденция на то, что продукты казино, онлайн казино, они от сервисной модели уходят в продуктовую, то есть они являются самостоятельным продуктом, который имеет геймификацию и какие-то интерфейсные решения, игровые решения. Но в основном, да, это сервис для того, чтобы ты в конечном итоге тратил деньги в конечных играх, то есть принимал, депозитил деньги через казино и проигрывал их вот в конкретных играх. Вот. Но вот сейчас есть такие несколько казино, которые сами по себе как игровой продукт. То есть как-то и свои игры, и сам интерфейс казино, и сама коммуникация с пользователем сделана так, что ты как будто персонажа развиваешь, как будто ты получаешь всякие бонусы, ачивки, как будто ты играешь, уже начинаешь в игру, даже не играя в игры, ты начинаешь играть в игру. То есть это вот как раз будущее развитие казино, платформ, казино. То есть это уже не логин и пароль, а целая экосистема внутри, которая еще позволяет поиграть тебе в казино. Она сама игра уже внутри. Да, это как РПГ, знаешь, которые были раньше в РПГ, мини-игры, да, ты там приходишь в подземелье, и там нужно тебе собрать какие-нибудь кристаллики, потом в другой подземель тебе надо бонус разгадать. Но все в целом лежит в конве твоего развития персонажа. В казино сейчас такая же есть логика в некоторых, и там удержание, конечно, очень хорошее. Да, то есть они сами по себе эволюционируют до этого продукта. Давай поговорим про скам и серое казино. Что такое серое казино? Нелегальное, нелицензируемое? Ну, есть игровые лицензии, есть регулирующие органы, которые выдают лицензии, которые позволяют открывать казино и позволяют как бы с игроками взаимодействовать. То есть платежки, которые принимают деньги при выдаче такой лицензии, тоже будут принимать деньги, и это не будет для них запрещенным форматом. То есть провайдеры игр тоже имеют ограничения. Если у казино нет лицензии, они тоже не дают свои игры для дистрибуции. Грубо говоря, алкогольные напитки, если твой ларек продает, но не имеет алкогольной лицензии, он же не может право продавать. И ему не имеет право продавать, получается. Точно так же с играми. Производители игр, они очень сильно регулируются, они тоже попадают на штрафы, и тоже им запрещают их контент как бы отдавать нелицензируемым площадкам. И таким образом есть регулирующие органы, есть порядка уже четырех лицензий мировых в казино, которые ты получая на свою компанию, ты можешь покупать лицензированный контент игровой и подключать платежные решения, которые позволят тебе принимать депозиты от игроков. С появлением криптовалюты все это, конечно, еще больше усела в нерегулируемую область. Казино без лицензии даже могут принимать крипту, но это в принципе существовало всегда в разной степени. То есть с криптой это стало легче гораздо. То есть неконтролируемые потоки денег, нет ограничений, куда кто отправляет деньги, то есть с этим проблем уменьшилось. Но постепенно, если проникновение крипты в широкие массы пойдет дальше, конечно, гамлинг уйдет в криптовалюту. То есть получается есть ребята, которые не хотят покупать лицензию, не хотят покупать лицензию на игры. Просто делают казино, подключают какую-то левую платежку, это и есть серое казино, правильно? Нелегальное. Да, но таких игроков очень мало, потому что все-таки ты не пойдешь в магазин, где не продаются нормальные товары, а нормальные товары в плохом казино нельзя купить, потому что их не продадут поставщики. Получается, что лицензия, и лицензия это не самая большая проблема, их достаточно легко получить, и проще ее купить и работать официально. Сколько она стоит? Сделать ее от 15 до 30 тысяч долларов. Это дешево, очень дешево. Это дешево, да. Но есть определенные процессы, юристы, финансисты, там нужно компания открывать, все номиналов. Не миллионы. Не миллионы, вот. Проще это сделать, чем не сделать. То есть это не самая большая затрата в открытии казино. Окей, знаешь, к чему подвожу? Пытаюсь понять, что есть же какие-то скам казино, которые пиратят игры, делают красивую обложку, даже удобную, и ты приходишь, и там отдача не 97%, а ноль. Да, да, да. То есть ноль просто. Такого много на рынке реально? Или мне кажется, что твои скамины много? Очень мало. Почему? Потому что, ну, более-менее так, легально зарабатывать проще. Игроки понимают, что перед ними фейк игра зачастую. Как? Игроки, которые проигрывают. Тут буковра, и тут буковра. Вот если ты игрок залетный, случайный, да, ты не поймешь, ну, ты не будешь играть. А если ты игрок, который постоянно играет, ты сразу поймешь, что здесь что-то не то. Ты можешь сделать какие-то определенные выводы, почувствовать, посмотреть. То есть если ты взаимодействовал с качественным продуктом, грубо говоря, когда у тебя есть, например, MacBook, да, и тебе дадут фейковый MacBook, ты же сразу поймешь, да, что это фейк. Ну, практически. И также, ну, всего касается. Если ты заядлый игрок, ты быстро поймешь. Ну, таких продуктов на самом деле немного. Есть продукты, которые не имеют игр от известных поставщиков или мимикрируют под них. Скриптовый казино называется, в которых не зашит рандом, да. Они в экселе там его делают. Да, да, они его делают там какими-то простыми способами. И такие казино, они, как правило, не особо и много зарабатывают, потому что игроки не остаются там. То есть привлечение игрока стоит очень дорого, вот. И казино зарабатывает на нем там 6, 8, 10, 12, там 15 месяцев, да. То есть получается, что он пришел, поиграл, все проиграл, он больше в это казино не пойдет, да. А ты его привлек в 3 раза, в 5 раз дороже. То есть такое казино будет невыгодно. Оно будет, оно теряет вот этот самый момент удержания. Окей. Поэтому в казино лицензионное не так и много. Не так и много таких игроков, да. Ну, окей. А кто же тогда обманывает игроков, потому что много жалоб казино, обманывают игроков и не выплачивают? Есть две стороны, опять же. Есть люди, которые, соответственно, думают, что их обманули. Мы уже разобрали ментальную ловушку, да. Есть люди, которые сами обманывают казино. Фродеры, мультиаккаунтеры, которые получают бонусы, пытаются казино обмануть всяческими способами и букмекерские конторы. Есть, наверное, недобросовестные компании, которые специально не выплачивают игрокам выигранные деньги. И ты ничего не можешь делать, они в Киросаусе идут. По сути, ты можешь жаловаться в регулирующие органы. Конечно, эта процедура не отработана, но теоретически при должной жалобе у них отберут лицензию. То есть они этим рискуют, это достаточно много денег, потеря лицензии, закрытие продукта, то есть подставляться особо никто не хочет. Но игроки, как правило, так же, как и банки, в общем, часто обманывают людей, недобросовестные, когда подсовывая какие-то скрытые проценты, нарушая законы и права потребителя, они просто, зачастую, сами потребители достаточно организованы, чтобы сформировать вот эту претензию. Но такие кейсы есть, когда люди казино отзывают лицензии. У меня, был кейс, как меня заскамило казино. Нет, не онлайн-лудильня. Короче, это такая история прикольная. В общем, я как классик, в девятом поехал на экскурсию в усадьбу Есенина, вот там был магазинчик сельский и там, помнишь, стояли такие столбы, где надо пятерки было кидать. Это прикольный, кстати, автомат. Прикольный автомат. Мы как-то в детстве играли в него там в детстве, прикинь, стоял в магазине аппарат, мы как-то играли, там, это выигрывали. 2-2-2 было, 3-3-3 комбинации, джек-пот, 7-7-7. В общем, я прихожу в этот ларёк, стоит этот аппарат, у меня была какая-то мелочь, мама там с папой дали денежки, какие-то там перекусить на эту экскурсию на целый день на два. Я кидаю пятёрку и выбиваю 7-7-7 джек-пот, блядь, сразу. Офигеть. И монеты начинают сыпаться, я понимаю, я забираю и смотрю там, ты чурбей выиграл, 230 рублей, а он тебе не заполнен был. Я говорю кассирше, говорю, дайте мне остаток выигрыша, это аппарат не наш, это поставил какой-то чувак, мы не можем дать, вы мне дайте, вы мне дайте, а он вам отдаст. Вот экскурсию. Вот. И они говорят, не, нифига. Я позвал там учительница, классная была, до сих пор общаемся, замечательно. Тогда Ленна прям, я позвал её, она там, качнула, он говорит, нет, мы все равно не будем отдавать, но такие наглые, короче. Вы заскамили меня, вот от Олежа выиграл джек-пот в детстве, сразу сорвал кушку и скоманули. Так вот видишь, вот это серое казино. Вот смотри, хотя нет, это лицензированная колонна стояла, просто не выплатили. Да, просто не выплатили. А представь, если бы ты выиграл, получил, у тебя бы закрепился положительный опыт и ты бы дальше всаживал деньги до конца жизни. Можешь к лучшему, да. Как обманывают казино? Как игроки скамят казино? Ну, создают, каждое казино для того, чтобы привлечь игроков, выдаёт бонусы. Фриспины вот эти, да. Фриспины, бонусные средства на пополнение. И оно в погоне за клиентами уже дошло до такого предела, что выдача подобных бонусов, оно уже смещает математическое ожидание выигрыша в положительную сторону для новых игроков. На дистанции этот положительный эффект нивелируется, но если ты каждый раз при каждом своём депозите новый игрок, ты получается математическое ожидание имеешь положительное, ты можешь выигрывать у казино деньги. И вот с такими людьми казино борется, мешает им создавать мультиаккаунт и пытаются их верифицировать дополнительно, чтобы под одним аккаунтом не играл, вернее, один игрок не играл под очень большим количеством новых аккаунтов. Это называется мультиаккаунтеры. Есть люди, которые находят перегибы в бонусной политике казино, когда казино с помощью каких-то своих акций неправильно просчитанной экономикой выдаёт, опять же, положительное математическое ожидание и выдаёт больше, чем на самом деле должно было быть. И есть история в ставках, когда есть профессиональные игроки, которые обыгрывают букмекерские конторы за счёт своей собственной аналитики и таким образом тоже их, как профессиональных игроков этой индустрии пытаются отключить и не допустить доигр. Это нечестно, когда у тебя против обычных игроков целая твоя машина аналитическая, пришёл чувак, который тебя поимел и ты его банишь. Ну да, тут же история в том, что это должно быть как бы развлечение, а если это твой заработок, то ты как бы профессионал, а они по собственному желанию не хотят с тобой играть и имеют право. Вот он, диавол, не хотят с тобой играть. Когда ты видишь рекламу казино, давай, выиграй машину, там, супер спины, бонусы, только заходи, потеряй деньги. А когда ты прохожешь, говоришь, а я умею играть, вы говорите, а мы не хотим с тобой играть. Но по закону тебе никто не может обещать выигрыш. Тебе говорят, что ты можешь выиграть, но в лотерее ты тоже можешь выиграть. Ну вот, допустим, я вебмастер, я буду лить на твое казино рекламу. С такого лендинга где написано, что вот там Петя, он выиграл в этом казино четыре топора, машину подарил своей маме шубу, свозил ее на Мальдивы, будь как Петя, вот там фриспины, вот там схема какая-нибудь тебе как бы давай, выиграй машину для мамы. Как тебе такая реклама? Ты примешь мой трав? С фейсбука буду лить, с его, неважно, чистый. Ну ты в фейсбуке не можешь казино лить? Я могу. Ну ты уже нарушаешь получается законы рекламы, поэтому то, как ты нарушаешь, то, что ты нарушаешь другими способами и законной рекламе, и морально-метически. SEO, давай SEO, уберем это, SEO, я сделал сайт, я классный SEOшник, наливаю тебе на такой лендинг, так посылаю людей в твое казино, с такой мотивацией. Примите трав. Соответственно, мы не знаем, как ты, например, допустим, ты приводишь трафик, если мы знаем, что ты пишешь такие вещи, мы такой трафик не примем. Но если мы... Окей, ты не примешь, сколько казино примут, какой процент скажешь, пофиг, плевать, мотивируй как хочешь. Не знаю, ну больше половины, я не могу сказать. Окей, а с трэш-трэмом примешь, если я вот буду трэшить, там и будем там... Что такое трэш? Ну это когда малолетки бухают, там полуголые женщины, ну малостроя, ты знаешь малостроя. Владелец казино, что такое трэш-трэмы, с малостроем мы не заливаем, вот так нормально. Ну я могу сказать, что мы не можем одобрять то, что не является законным для и рекламных... Все законно, но супераморально. Ну мораль, видишь, это история для каждого своя, то есть если она в законе не прописана, каждый определяет нормы морали самостоятельно. Я, например, вообще против алкоголя и табакокурения, но я же не могу запретить кому-то это делать. Соответственно, тот же самый и про деятельность подобную, когда люди младше какого-то возраста играют в азартные игры, но это, наверное, задача не давать им этого делать, тем организациям, то есть то, что они делают... Ну вы трафик примите такой стрэш-трима с малолетками? А мы нет. Хорошо. Можно ли выиграть большой куш в казино и вывести? Вот я выиграю миллион долларов, отдадут. Ну вот если мы, например, говорим о том, что казино заинтересованы в развитии своего бренда и выстраивании долгосрочных отношений со своими игроками, крупные выигрыши для них это плюс, потому что пользователи, которые там играют, они могут, во-первых, рассказывать об этом другим игрокам, во-вторых, могут проиграть еще больше там, потому что они поверят, что казино честное и будут играть только там, потому что где-то им, например, не платят. В этом смысле в концепции удержания, доверия пользователей и лояльности каждое казино и букмекер, они заинтересованы платить своим игрокам, потому что они, по сути, таким образом повышают лояльность и жизнь пользователя на их платформе, то есть им это выгодно, то есть и честным образом они могут заработать и без невыплат, но есть казино, которое не выплачивает или мешает пользователям выводить, задерживаться относится больше к в принципе мошенничеству, чем к казино. То есть это казино с камерой мошенники, несмотря на то, что они могут быть с лицензией. Ну, как бывают, например, не знаю, магазины, интернет-магазины, которые продают подделки, как и оффлайн-магазины есть подделки, продают. Просто черти какие-то. Есть магазины, продающие алкоголь, когда у них нет лицензии. То есть это повсеместно встречается, это не только казино относится. Казино заинтересовано в том, чтобы игроки казино, которое тебе не заплатят, вот по ощущению, как эксперт рынка. Ну, смотря, сколько ты выиграешь. Миллион долларов. Миллион долларов, наверное, какая-то часть не заплатит действительно. Потому что... 40-32 процента. Вопрос. Единоразово выиграл и сразу вывел? Поиграл я неделю. Два дня. А большие ставки делал или нет? С тысячи долларов выиграл. Если ты делал там ставки сравнимые с миллионом долларов, тебе выиграют? Нет, конечно, нет. Мне повезло. Если тебе повезло, ну, еще будет зависеть от того, как в целом казино финансово закрывает этот период. Вот. Если ты вносишь казино на последние деньги, есть вероятность, что оно удержит, чтобы не обанкротиться. Да. Когда ты играешь на последние деньги, казино все равно. Классная. Классная система. Ну, я за такие процессы не могу отвечать, потому что я говорю, что этот бизнес, он может приносить деньги, быть маржинальным и без обмана. А тот, кто обманывает, это относится больше к криминалу, а не, в принципе, к казино. Обманывать могут быть в любой сфере, и в банках, и, не знаю, в больницах, и так далее. Это к казино не относится, на самом деле. Обман. Ты лично принимал решение не выплачивать выигрыши большие игрокам? Конечно, я считаю, что история про выплату как раз она удерживает пользователей в твоих игровых продуктах гораздо больше, и это благотворно сказывается на имидже твоей платформы, поэтому выплачивать, наоборот, выгодно. Друзья, кто подписан на наш Телеграм, практически всегда может до нашего подкаста прислать вопросы нашему гостю, поэтому подписывайтесь на Телеграм, ссылочка будет в описании, QR-код будет вот тут, сейчас мы зададим вопросы из комментов в нашем Телеграм-канале. Вопрос номер один, как вы отмываете деньги? Да, там действительно людей это волнует. Ну, конечно, они тоже хотят отмывать деньги, прям как казино, быть такими же модными. А что так отмываете деньги? Так что значит? Не знаю, не думаю, что вы украли там бандиты там. Ну, вы не отмываете, Любой бандит, в принципе, он может, что сделать? Он может поставить большую сумму денег, выиграть их, например, поставить на фаворита, выиграть и потом сказать, ребята, я выиграл эти деньги, то есть это мои официальные деньги, с большого выигрыша он заплатит большой налог, и эти деньги будут для него отмыты, то есть в ставках он может сам это сделать, самостоятельно. Оно ему должно повезти, чтобы он отмыл. Ну, в ставках он может ведь ставить на фаворита, опять же, и выводить деньги, которые выиграл там с коэффициентом 1,1, или там 1,05, 1,01, то есть он, по сути, немножко выиграл, но это более-менее обеляет. А вы будете проверять, откуда эти деньги в случае выигрыша, если большая ставка, допустим, 5 миллионов рублей, но на фаворита? Ну, как правило, как раз вот таким образом на ставках и деньги, так скажем, обеляются, да, но опять же, с больших выигрышев платят большие налоги, но таким образом, действительно, когда деньги заходят на платформу, их никто не проверяет, естественно. То есть, если небольшой урон компании казино произошел, там 0,5 процента, он выиграл, то вы не будете проверять. Знаешь, большие выигрыши, которые имеют большие коэффициенты, они обычно проверяются, где человек играл, на какой ставке он выиграл, какая у него история ставок до этого была, то есть определяется на мошенничество. Вопрос от Станислава. Случалось ли вам встречаться с вашими клиентами? Ну, вдруг, если да, то почему ты так хорошо выглядишь, почему у тебя такое целое лицо? Ну, клиенты, на самом деле, в большинстве своем довольны, взаимодействуют с платформой, потому что они ведь сами туда идут, получают там удовольствие, проводят там досуг, то есть, какой-то явной обиды у адекватных людей на место, где они проводят время и получают удовольствие, у них не может быть. Если ты не скамешь людей, а вы не скамешь. если вы не обманываете. Но, соответственно, вообще, сами ставки, тот же самый спортивный ставки, да, это элемент пари, где люди, на самом деле, просто проектируют такую, моделируют такую ситуацию, где они могут понести ответственность за свои, как бы, слова, свои мысли. в этом смысле ставки ставят реальные пацаны, которые отвечают за базар своими деньгами, в этом смысле ставки спортивные, это благородное дело, риск благородное дело, как говорится. Как и пари, да. Окей. Сколько человек у тебя охраны и какое оружие ты предпочитаешь? Это тоже вопрос от... Да, это вопрос от наших подписчиков. Ну, мне нет необходимости, как бы, пользоваться охраной, я сам боксер. Еще Евгений Никитин спрашивает, много ли юридических проблем, много ли юристов в штате, большой процент выручки, там, операционки идет на это? На самом деле нет, небольшой, основные процессы, наверное, основные деньги идут на операционку, на людей, соответственно, технических специалистов, как и везде, в общем, самые дорогие специалисты, на менеджмент, потому что сфера такая очень специфическая и менеджеров толковых найти достаточно сложно. На юристов идут определенные деньги, я бы сказал, что они средние, потому что право достаточно в этом смысле простое, прозрачное, тут... Проиграл, проиграл. Да, то есть тут я бы не сказал, что это какие-то исключительные случаи для того, чтобы там долгие какие-то судебные тяжбы производить, потому что это клиент B2C все-таки, а не какие-то корпоративные войны. Руслан Швицов спрашивает, если человек забирает большой выигрыш кузино, то отслеживаете ли вы его как-нибудь, чтобы назад затащить, чтобы он все проиграл? Ну, знаешь, отслеживать его в подворотне... Под GPS все. Да, да, у меня знакомый в автоматах выиграл, была такая тема, что в нулевых, когда человек выигрывал автоматы, служба безопасности звонила каким-то своим кентам, они встречали выигравшего в темном переулке и забирали деньги. Было такое, да? У меня друг, как бы на него с ножом напали в переходе, когда он... Отняли, папа? Нет, не отняли, но ножом продырявили футболку, короче. Ва! Да, то есть там порез был, ну порез, пока телу был реально ножом, то есть жестко, да, жестко. В этом смысле казино как бы ничего не может сделать в плане его отслеживания, потому что это онлайн все-таки идёт. В рассылке начинать в 10 раз быстрее слать? Оно может делать, да, то есть ретаргетинг, ремаркетинг, показывать свои баннеры, предлагать какие-то бонусы, заманивать обратно, то есть каким-то образом увеличивать его игровую активность в надежде, что он дальше проиграет. То есть вы это делаете? Ну, как и любая, в общем-то, компания, которая не хочет потерять клиента, удерживает своего клиента. Окей, принято. Вопрос тоже от нашего подписчика. Как он относится к своей работе с точки зрения религии и кармы? Не боится оказаться в аду, ведь жизнь слишком короткая штука. Ну, я атеист, поэтому я не верю в религию, и, в общем, в карму тоже. Есть определенные у меня убеждения насчет свободы выбора каждого человека и его как бы отношения к собственным ресурсам, деньгам и делам, да, если он, его под пистолетом никто в казино не заманил все проиграть, да, если он это делал собственным разумением, что он делает, и это был его осознанный выбор, более того, он мог выиграть и получить удовольствие и как бы не просто так провести время, то я не вижу в этом ничего предосудительного, скорее, мы ему позволяем получить удовольствие, в этом смысле моя карма, она абсолютно чиста, если бы она была. Ну, и следующий, такой же вопрос, сколько процентов ты отдаешь ментам с прибыли? Ну, не знаю, такие рофо вопросы, почему нет. Это вопросы из какой-то реальности, из реальности, да, с ментами обычно, если я скажу, что я ментам что-то отдаю, скорее, это будет нарушение закона с моей стороны. На самом деле, благодаря вот букмекерам, по сути, вся эта кулачка и все вот эти новые виды спорта, они развелись очень сильно буйно в России, потому что до недавнего времени денег на проведение даже профессиональных боев в России вообще не было, никому это было неинтересно, никто это не спонсировал, и как только букмекеры начали своими деньгами финансировать подобные мероприятия, это начало развиваться и начало создавать классный контент и индустрию в этом смысле. В этом смысле букмекеры и ставочные компании, они подстегнули развитие индустрии. Естественно, они выигрывают оттуда, значит, выгодно. Да, это выгодно, потому что у букмекеров в принципе ограниченный инвентарь для размещения рекламы, и это один из способов привлечь аудиторию. Стримеры, которые стримят в казино на Твиче на Ютубе, у них подкручены РТП, то есть они постоянно выигрывают? Слушай, но тут история зависит от стримера, зависит от казино, есть механизмы, есть казино, которые могут подкрутить РТП, но как правило это опять же невыгодно, потому что если низкий РТП поставишь, люди к тебе перестанут ходить, играть, то есть у блогеров возможно там дает в какой-то момент больше, а может быть они записывают какие-то моменты, где им дает больше, то есть это тоже такой селективный выбор контента, то есть да, подкручивать возможно, подкручивать возможно, но если они реально, на реальном счету играют, то тут тоже опять же везение, но и большинство людей же ставят не потому, что они увидели большой выигрыш, для них просто история про втягивание в процесс, это какое-то времяпрепровождение, то есть не обязательно даже много выигрывать для этого, то есть это для них способ провести время, на рыбалку люди ходят, не обязательно вытаскивают большую рыбу, они просто сидят рыбачиваю, Правда ли, что демо-игры в казино, где ты играешь на виртуальный счет, в них подкручен коэффициент отдачи, ты постоянно выигрываешь, когда заливаешь реальные деньги, тебя разувают? Ну, есть, кстати, такая тема у нескольких, ну, у некоторых провайдеров, действительно, в демо-игре HTP больше, чем в реальной, в принципе, мы можем сказать, что в демо-игре вообще мало очень людей играет, меньше, ну, где-то около 1% людей, вообще играет в демо-игры. Это единственная игра, в которой я играл в онлайн-казино, это демо-игры. Вот это как раз нам вообще наличие демо-игр и в том, что то, что в них играет очень мало людей, как раз нам говорит о том, что человек приходит не для того, чтобы покрутить барабан, а чтобы испытать азарт, и поэтому люди могли бы играть во все те же самые игры бесплатно, но они же играют за деньги, то есть это их осознанный выбор. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы про казино, которые вы хотите задать Сергею, пишите их в комменты под этим видосом, он придет и на все на них ответит. Я тебе обещал рассказать историю, как мы заскамили нашего общего с тобой друга на казино. В общем, корешка мне пришел, говорит, смотри, я там на торрентах нашел скрип казино, букву фра, типа можно залить казино. Мы купили домен JoyCasino там, 778, чтобы это выглядело как зеркало забаненное. Подняли там казино, выкрутили выигрыш максимально, бонусы, чтобы эксы были, и приходим к нашему другу говорю, слушай, там у нас одни хакеры, короче, слили нам аккаунт казино, а там баланс остался, хочешь пойти покрутить? Он прям, давайте еще прикол. Он начинает крутить, и там он начинает выигрывать. Каждый второй спин он выигрывает какие-то иксы, и он играет, а мы еще на камеру бы снимаем вот так. Он поверил, он поверил. Конечно, а там JoyCasino 88 купили домен, туда поставили, и оно выглядит нормально. Потом мы ставим, типа давай еще выигрыш подкрутим. Мы ему говорим, чувак, ставь больше. Он по 5 рублей ставил, там было 2000 рублей. Я говорю, ставь по 200 рублей, ну что тебе везет, пруха, давай. Он ставит, там иксы летят, короче, он с 2000 раскачивает депозит до, до, короче, до 500к. И потом к нам приходит, пацаны, пацаны, там 500к поднял. Он говорит, пойдем покурим, вывод только на вебмане, вывод только на вебмане. Он говорит, у кого вебмане есть, у кого это старое дерьмо, есть там 500к, типа. Это еще было 5 лет назад, это были там прям серьезные деньги. Вот мы ему говорим, ну сейчас найдем, типа, вебмане. А там еще такой скрипт был, он по рублю перечислял на вывод. И, в общем, мы даем ему кошелек вебмане, он нажимает вывод, и деньги начинают перетекать, типа, на что? А там 500 тысяч, там, или по копейке, значит, час длился. И, короче, когда они перетекли, надо нажать кнопку вывод, а мы заходим в админку и ставим ноль просто, баланс всего ноль. Он говорит, что-то не переходит, ну, типа, не нажимается. Мы говорим, обнови, он обновляет ноль. Он сгорел просто жестко. Мы говорим, походу, тебя заскамили, слышь, тебя заскамило казино. А он на чужие деньги игрался, на халяву поднял, мы видели, такие у него дофаминовые качели были. И он говорит, суки, заскамили. Когда мы, короче, признали, что это было наше казино фейковое, что мы его развели, он пипец на нас обиделся. Ну, конечно. Пипец он говорит, вот вы суки. Ну, казино фейковое, а эмоции-то были настоящие. То есть, он уже поверил, что он заработал кучу денег, и вы его разочаровали. В этом смысле эмоции-то настоящие, действительно. Иван расстроился по-настоящему. Да. Друзья, у нас все, играйте ответственно. Всем пока.